Укоротило, а когда у меня были большие русы, назывался автопартрей. Что люди ищут в путешествиях? По моей версии, впечатления, которые остаются на всю жизнь, ну и еще компания, потому что оказалось, что век гаджетов и социальных сетей родилось какое-то новое одиночество в толпе. Когда ты едешь, скажем, морозным утром где-то в Подмосковье, до тебя доносится запах весны, и ты вдруг почему-то одновременно ассоциативно вспоминаешь рассвет где-нибудь в Хорватии, где ты был во время путешествий, и у тебя череда приятных воспоминаний, флэшбэк, впечатлений и так далее. Поэтому впечатления это то, что у нас людей невозможно забрать. Мне кажется, что они ищут, точнее мы ищем силы впечатлений и собираем какую-то такую внутреннюю директорию или коллекцию из фотографий тех ситуаций, в которых ты был счастлив. Вот вы замечаете, в поездке неделя идет за месяц, наверное, и тем самым жизнь, она за счет этих впечатлений, она удлиняется. И человек, который путешествует год, проживает все действия. Именно так. Люди ищут новые, доселе неизведанные впечатления, прежде всего, а иногда ищут самих себя. Может быть даже самих себя ищут гораздо чаще. Душа компании – это тот, кто ее не душит, а вдохновляет. Я так себе это представляю. Это источник вдохновения и некое связующее звено, которое превращает всю поездку в какое-то увлекательное приключение. В любом путешествии нужен человек, ну если едет коллектив от трех человек, нужен человек, который будет создавать атмосферу. Будет создавать атмосферу. В этом путешествии. Это не значит, что он будет рассказывать анекдоты или балагурить. Вовсе нет. Но задавать правильный тон, вектор, беседы, вечернего застолья в Грузии или прогулки по Босфору. Что будет происходить в этот миг. Или когда вы браздите, утюжите бутзон на маленьком кораблике, проезжая к Статуе Свободы. Что он в этот момент скажет? Какие стихи прочтет? Какое наблюдение озвучит? От этого зависит комфорт путешественников всех вместе. И душа компании – это такой неформальный лидер. Их роль души компании – это как раз сделать так, чтобы вот эти люди, которые приятели из разных совершенно мест, совершенно не знают друг о друге ничего и будут всего три дня вместе, станет как можно быстрее теплой компанией. И вот это очень важно. И, в общем, это происходит. Поверьте, мне уже Кужину, Кужину первого же дня, первого же дня – это уже компания. Тот человек, благодаря которому эта компания существует. То есть это как центр притяжения. Вот у нас есть Солнечная система, в центре Солнца. К уровню его вращается к лониду. Вот, за счет гравитации, за счет физики, в какой-то уровень вращается. И если не будет Солнца, не будет Солнечной системы, то они – это компания. И вот нет человека вот этого кумирирующего вещества, которое, например, у нас собирается, и удерживает людей, то тогда компания хорошего дня будет раскрыт. Душа компании – это человек Солнца, который приковывает к себе внимание и отдает своему людям, всем, кто в этом нуждается. Это человек, который знает что-то чуть больше, чем знает экскурсовод, не обязательно про то место, где оказывается группа. А может быть, просто про жизнь. Или про каких-то других людей. А может быть, и про тех, кто оказывается с ним рядом. Спасибо, дамы и господа. Это группа The Blues Spinners и доктор Аграновский. И мы очень рады видеть вас и играть для вас. Все знают, что блюз – это, в первую очередь, огромные деньги. Но для нас это совершенно не важно. Все знают, что блюз – это слава и улыбки женщин. Этого никогда не бывает слишком много. Но самое главное, что блюзовые музыканты – это путешествующие музыканты. И тут мы, ваши братья и сестры. Первая вещь называется Big Walter's Boogie. «Ие-кутер» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 И, собственно, вот так вот Михаил пригласил одного, Козырев пригласил Дубаса, Дубас пригласил Цыгаля, Цыгаль пригласил Бельшо, Бельшо пригласил меня. И вот так вот, таким образом, за три года клуб путешествий Михаила Козырева вырос в большое-большое сообщество хороших, интересных людей, которые вместе ездят и познают мир. Мне доверенная честь, кстати говоря, сразу короткое лирическое вступление, съедим в страну, которая находится недалеко от Эфиопии, называется она Танзания. Там находится самый высокий пик Африки, так называемая крыша Африки, гора Килиманджаро, которую вы наверняка слышали с детства. Мы собираемся это сделать в середине августа. Это, на самом деле, не только интересная, но и тяжелая проверка самих себя физически, но в моральном плане, потому что 9-дневное восхождение. Ну а когда еще сделать, пока силы есть, пока более-менее молодые и жадные до каких-то новых приключений, новых свершений? Вот в августе у вас будет такая возможность, поехали все вместе, осталось несколько дней. Ну а потом, после восхождения, можно будет немножко почилить в национальном парте танзанийском, отдохнуть, спросить, осталось. Об этом, в общем, все подробности, если что, ко мне или к нашим очаровательным менеджерам, я чуть позже вам их представлю. Ну а пока, главная душа, ну, даже я не знаю, царь и бог, к моему ученицу средственика Рукошева, личному эзбу. Ну, меня попросили рассказать, как все началось. На самом деле, как-то, ну, мысль не вертелась, потому что я ездил-ездил, этих тараканов-то ел-ел, и выбирался какой-то опыт, ну, то есть я, например, проехал в Вьетнам от, как называется город, от Хо Ши Мина до Сай Гона. И мне стало понятно, что это делать мне не нужно, да, что достаточно прилететь в Сай Гон, и там, в общем, ты получаешь весит на... И там человек ехал в Египет в 48-й раз, и я ему говорю, ну, пожалуйста, ну, сядь на самолет, ну, слетай в Суа, это один из самых красивых городов мира. А потом садишься на корабль и плывешь, всего-навсего три ночи, да, Александри, ну, ты хоть посмотришь, где ты, а потом езжай на свой пляж и сам себе там, чего-то с Наташиной можешь делать. И вот таких рецептов у меня вылезло несколько, и я понял, что они меня не слушают. Я думал, что вот надо как-то это все насильственно сделать, чтобы берешь его за Широ, даешь ему маршрут, и говоришь, вот так пользуйся своим авторитетом. Но поскольку я ненавижу совещания, я не могу писать планы, и я не принадлежу, это уже стало ясно после многочисленных попыток, к узкому условию предпринимателей, которых говорят там в каждом обществе не более 10 процентов, я человек несистемный, я ответственный, старательный, но несистемный. Мне как-то вот было непонятно, как это все делать. А клуб возник благодаря Хернию. Вот когда мы снимали кино про Крузиштерна и Лесянского, мы были на Денерифе и съездили на соседний островок, маленький, и выбирая планы для такого стендапа, я смотрю, ну, заехали куда-то туда, куда не ездят, и кто, потому что там хоть есть очень красивый лес, из, не из папузников, конечно, а из каких-то вот, из Вереска, из Вереска, лес из Вереска, то есть у нас Вереск он такой, а там он такой, что голову взбирает. И мы потом в сторону, куда-то там по солнцу, говорят там скалы, и я мы едем по дороге, я смотрю два дома, и объявление написано «Эрния» в испанских, если читать по-русски «Херня» получается. И я просто, я не думал, я просто встал и написал «Ура», я нашел, когда заканчивается. Ну, там уже где-то приказы. И этот снимок взорвал интернет, у меня там было около 40 тысяч лайков, немыслимое количество репостов, и он попался на глаза человеку, который, значит, скучал, прошел большой путь от сибирской деревни, где он родился, до менеджера среднего звена большой международной компании, ну и который понимал, что что-то ему в жизни не хватает. Он написал мне в фейсбуке, мы встретились. У него были разные какие-то мысли, как бы вот это все, что-нибудь с этим делать. Потом появился через несколько дней, он говорит, давайте выходим, мы сделаем Тура-Тара-Бара. Вот так вот все случилось. Я сейчас этому уделяю основное свое время, но в основном я набиваю счеты, конечно. Путешествую, набиваю счеты, подписываю документы. Генеральный директор, я же бухгалтер, а управляет операционной деятельностью, подыскивает кандидатов, проводит совещания, скайп-созвоны, Алексей Мясников, которому я передаю слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый вечер в Байкальской деревне и не до межа среднего звена, а высшего звена. Простите за комплименты себе. Нам, конечно, не сразу пошло в голову, а так вот, ну то есть в том состоянии, в котором мы находимся, мы не сразу пришли. Путь наш был до локатерничества, он только начинается, на самом деле, что радостно. Все те, кто присутствует в этом зале, практически на 98% с клубом еще не путешествуют. Так ведь? Ну, в общем-то, в этом и была цель, рассказать о клубе новичкам. Поэтому, наверняка, у многих есть вопросы, и мы давно привыкли к таким терминам, как душа компании, местный житель, и вообще, авторские путешествия, что такое. Давайте я немножко об этом расскажу, но о таком живом примере, который позволит нам понять, как все рождалось. Когда мы с Михаилом открывали клуб, в принципе, понятия путешествующей компании не было, у нас не было мысли об этом. Мы предполагали, что это было путешествие, показать страну глазами местных жителей. То есть так, как Михаил все это делал в течение 20 лет, путешествия планировать, показывая нам страны через экраны телевизора. Вы знаете, сделали несколько таких путешествий, и как-то не особо был спрос на них. И при этом мы параллельно запустили в качестве фана, а давайте-ка, Михаил, сделаем с вами какую-то историю, ну, например, куда бы мы поехали. А вот в Новозеландию, да, на край света, с Михаилом Кожевым. И вы знаете, вот ее быстро набрали, а вот все остальное как-то не очень было. Ну, мы что-то понимаем, давайте попробуем с кем-то еще. И вот следующий успешный реконлайнер, были же не успехи, я не буду рассказывать, был Алекс Рукас. На примере с ним вы поймете, как мы сделали эту историю, вы поймете, что это наша компания, что есть место жителя. А когда Михаил Кожев был в свою очередь посредством Фейсбука, спасибо Марку Сутербергу, и его команде, написал Алексу Дубус и предложил эту историю, Алекс, конечно же, с радостью согласился, и когда мы встречались, мы говорили, Алекс, какую историю сделать. Давайте, ребята, я рижанин, давайте я покажу свою Ригу. То есть Ригу для своих. У нас, я знаю, там такие местечки, которые никто не знает, и там не бывают туристы, там бывают только местные жители, и более того, они эти места оберегают от туристов. Вот такие, отлично, Рига для своих с Алексом Дубусом. То есть Алекс Дубус здесь душа компании, причем не сразу этот термин придумали, но пускай выйдет сразу. А кто нас будет встречать? О, у меня там есть замечательный, замечательный гид, мой друг, местный житель, вот откуда еще раз торпнул, местный житель, Арманс Мужниикс. Только недавно я узнал, что все фамилии в Литве, мужские, начинаются с ударением на колесо, Мужниикс. Вот, Арманс Мужниикс, профессиональный гид, патриот своей страны, любящий ее очень-очень сильно, и знающий много других людей, которые любят ее не менее сильно, согласился быть нашим местным жителем, гидом, координатором этого путешествия, и что он привнес сюда? Он привнес ключевое. В течение четырехдневного путешествия, это был всего лишь ломб-викенд, четыре дня, мы с Армансом, благодаря ему, благодаря тому, что он был проводник, познакомились еще с десятком местных жителей, которые были абсолютно люди разных профессий. Повар, художник, личный бездомный, который каждый рассказывал свою историю в течение часа-полутора, показывал свое место. Это может быть священник, поэт, кулинар, кто угодно. И получается, что по итогу, съездив в гости к местному жителю с Алексом Кубасом, в большой компании, мы, в общем-то, увидели за четыре дня такое, что нельзя было, надо посмотреть и за две недели. Вот, кстати, отзыв такой был, что такое ощущение, что побывал в компании «Хороших друзей» в двухнедельное путешествие. Такой краткий отзыв, который можете найти на сайте. Кстати, на нашем сайте все отзывы подлинные, без прямокрас, и, в общем-то, собираются с самого начала. Вот, вот такая история. Надеюсь, что многим из вас, если кому-то не было понятно, стало гораздо понятнее, что и есть наш термин. Удивительные открытия с нами происходили, но еще больше открытий происходило с людьми, которые с нами путешествовали. Я хочу сейчас поделиться с вами тремя историями этих людей, этих путешественников, жизнь которых изменилась после путешествий. И вообще, самое такое интересное для нас, это то, что есть этап подготовки к путешествиям. Мы что-то читаем, изучаем, делаем маршрутки, самостоятельно готовимся, либо предвкушаем это путешествие с клубом. Потом есть этап самого путешествия, когда мы активно передвигаемся по стране, видим, что происходит, насыщаемся делом глубокий вдох. И вот, по окончанию путешествия мы делаем долгий выдох, если путешествие было хорошее, удачное, мы вернемся в месяц, после Курденштерна у меня выдох был полгода, когда меня не отпускало. Так вот, после этого выдоха происходят какие-то изменения в жизни людей. Кто-то женится, кто-то выходит замуж, таких случаев пока в клубе не было, но в других случаях были. Хотя нет, были, но это совсем немножко другая история. Юль, можешь познакомить нас с первым путешественником, про которого очень кратко хочу рассказать? Не хочешь знакомиться? Скромный парень. Кстати, он среди нас. Это Антон Морозов. Антон Морозов, помаши ручкой. Вот, он сидит в углу, вот, когда будет возможность поговорить, те, кто интересуется Грузии, в частности, могут к нему подойти и много-много полезных случаях. Это, кстати, Антон Морозов, он в Грузии. Ну, как вы понимаете, на пляже с Батуми и с бутылкой, наверное, чего-то хорошего. Антон Морозов впервые в Грузию съездил в 2014 году вместе с клубом и в компании того же самого помянутого Алексу Дубаса. Для него это была первая поездка, которая зарпала ему мозг, я сейчас буду выражаться так вот красиво. Зарпала в хорошем смысле, потому что после этой поездки в течение полугода Антон побывал там несколько раз, мы еще раз поехали вместе опять с Алексом Дубасом, я был в этой поездке тоже. И после этого Антон знаете, что сделал? Он снимал, по-моему, квартиру в Москве, он перестал снимать квартиру в Москве, он снял квартиру в Билиси. Он переехал в Грузию, в общем-то, и до сих пор он приезжает в гости теперь в Москву, в Грузию. Антон тоже привез венаду. Выиграл все. На самом деле, давайте поаплодируем парням, что это поступало. Поступало за большой пункт, потому что я восхищаюсь этим вот так вот взять и, ну, не то чтобы кардинально изменить жизнь, но изменить место жительства и начать жить там, где больше нравится. Ну, почему нет? Это круто. Вторая история. Так, следующий путешественник из-за меня нет, он жив и здоров, слава богу, но он поделился такой замечательный историк, с которой я хочу поделиться с вами. В том числе. Это Леша Иванов. Вот, кстати, ездил в Первую Грузию, с Антоном. В Миру, как мы говорим, один из директоров уважаемого книжного издательства. Здесь он такой, потому что они путешествуют в Стамбуле. Тоже, черт поделись, с Антоном. Вот. И Леша, ну, ему, по-моему, 40-45, как в семена, например, может быть, плюс-минус. Он открыл, он поделился вот такой историк. Понимаешь, Леша, после 40 лет очень сложно найти друзей, найти людей, которые близки тебе по дому в нашем современном мире. Почему? Потому что мы в городе, мы такие все закрытые, мы обросли какой-то офисной шелухой, мы не настоящие. И вот, ты знаешь, обрести новых друзей можно только в путешествии. Причем, путешествие в настоящем, которое взрывает мозг и делает людей близкими друг к другу. Потому что там наши души проколеются. И он прав, потому что в том путешествии он обвел несколько новых друзей, которые живут в разных географических точках. Танин, например, Денис Биродецкий. Тоже самое Антон Морозов, который живет в Грузии. Лена Башкова, которой сегодня нет, потому что она очень опытная путешественница, все знает. Который живет в Москве. Ну и я в их честь, я надеюсь. Поэтому для нас это с Михаилом Кожихом была некоторая неожиданность, мне кажется. Мы не ожидали такого, что целью путешествия даже не целью, а последствием путешествия может быть то, что люди так сильно меняются вокруг общения. И третья история заключительная на сегодня от меня. Это Ян Кондюшин. Ян Кондюшин живет в городе Севаскополь. Эта фотография сделана на Крузештерне в сентябре прошлого года, когда мы ходили с ним вместе в экспедицию. Я был там координатором, он путешественником, который впервые попал на Крузештерн. И вы знаете, та вот история, которая случилась, делась неделю на корабле, она настолько парню, ну не то, чтобы жизнь повернула, но настолько изменила его видение на будущее, что что происходит? Он возвращается домой и говорит, ребят, я решил стать матросом Барка Крузештерна. Для этого мне надо пройти дополнительное обучение, я это сделаю, опять же, на Барке Крузештерна, и пойду на этом парке, не знаю, полуполгосветное плавание. Я говорю, Ян, слушай, ну а как ты, твой образ жизни, жена, дети. Вот знаешь, дети выросли, они уже сами по себе, им 20 с лишним, а жена, ну что, жена настолько мне жена, что она меня поймет и отпустит, потому что она знает, что я всегда этим жил, что в море. И Ян реально в августе этого года получает, надеюсь, что он получит это для корочки необходимое для того, чтобы быть матросом Барка Крузештерна, и у него начнется какая-то, какая-то, наверное, совершенно отличная новая жизнь. Вот, поэтому бойтесь, друзья, бойтесь путешествий, потому что они могут изменить вашу жизнь. Вот, но лично для меня она как раз это жизнь без путешествий и приема. Вот такие истории я хотел вам рассказать, и сейчас давайте попробуем немножко изменить в 2017 году жизнь Михаила Кожухова и с Виктором. Да, да, нет, не со мной, мы тоже, мы попробуем инициировать, а измените вы жизнь Михаила Кожухова, каким образом, Виктор, расскажешь. Значит, дорогие друзья, у нас возникла такая идея, чтобы поактивным коммуницировать сейчас, вот в течение этого вечера, пока здесь будут появляться другие знакомые хорошо вам персонажи, с которыми есть возможность тоже куда-нибудь съездить. Вот мы решили сегодня поинтересоваться у вас, вот по-серьезному, по-настоящему, решить судьбу человека, вот чтобы после работы сегодня поддержали жизнь человека, пускай на какое-то небольшое, да, количество времени в своих руках. Мы хотим узнать у вас, где это решение станет, насколько я понимаю, решающим, куда в 2018-м году, куда в этом году отправить Михаила Кружева. Куда угодно, ради бога, это может быть, не знаю, капаем картошку ворону в области в Весле, тоже удивительный мир, который немногим знаком, давно не ездили на картошку, хорошо, кстати, тур запиши, приз к природе, работа, нет, 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 мы каждому из вас, кто пришел, выдали по небольшой анкетке, это вот так, сейчас выдаем, вот он, у меня тут даже есть вот этот образец формата А4 с двумя глубокомысленными вопросами, куда отправить Михаила Кружева в 2017-м году, и три причины, почему бы вы хотели поехать с Михаилом туда вместе, например, чтобы смотреть, буквально, сколько мы даем, 5-7 минут, 5-7 минут, подумайте, посидите, обсудите с коллегами, которые все рядом, и, соответственно, в конце сегодняшнего вечера мы, ну, собственно, поставим Михаила перед фактом, вердикт, вот это приятно, Алексей, вам должно быть это приятно, да, чтобы было приятно людям, давай какой-то пообещаем, поощрительный... Да, естественно, у нас приготовлено несколько качественных, бонусных подарков для вас, для тех, кто предложит наиболее оригинальный маршрут, и наиболее оригинальные причины, почему должны отправить нашего предварителя, да, единственная просьба, давайте пока не на Марс, потому что только лет через 20 мы сможем это сделать. Через 20 на Луну, нет, можно слетать на НКС, если есть лишние деньги, мы хотим отправить еще группу путешественников, с Михаилом. Да, безусловно. Поэтому, возможно, вы поедете в это путешествие, и пусть это будет вашей мечтой, например. Поэтому думайте о Михаиле, как о себе, в данном случае, наверное, вы отправите, так сказать, даем 5 минут, сейчас короткая у нас пауза, ну, а затем на этой сцене появятся люди, которые расскажут о том, что же такое на самом деле путешествие с Михаилом Торьковым. 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд прошло? Поехали. Поехали. Есть люди, которые себя отпадают? Да, 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 да. Ну, в Антарктиду, кстати, я даже не знаю, Миша, а вы были в Антарктиде? Нет, мы можем сейчас быстро в проброс рассказать, где Михаил уже был, мне кажется, отточек на планете не останется. У меня было реакция, в Антарктиде есть совершенно в Антарктиде. Аттарктиде. Друзья, у нас одна анкета на один стол, поэтому результат будет общий, командный. Обсуждайте друг с другом и решайте. Это плод коллективного проекта. Здесь совершился фантастический круиз, который, ну, круиз это все же назад, потому что там приеме всего лечились. Из Аргентина куда-то? Он, да, из южной точки из, называется это Ушуэри, он идет через бигля, дрейка, огибаемую сбору в пикаре от чилистов. Фантастическая история. У нас есть на сайте чилистское судно маленькое. А чилистцы, они вообще, как немцы, очень аккуратные, очень педагогичные, очень дисциплинированные. Так а там и немцев достаточно, кстати говоря, в Аргентине, и в Чили кто бежал после... и просто замечательно все отработано. Вот корабль там встает на якорь, сбрасывается этот зодиак надувной, ребята летят на берег, делают там небольшой трап. Естественно, пассажиры, словом, они молодые, помогают садиться, да, ты гуляешь по леднику, фотографируешься с пингвинами, высаживаешься на мысе в горле, и если в тебе там хоть какая-то драматическая искра еще живет, ты преисполняешься невероятной гордости к себе, после этого можно проткнуть ухо, знаете, но это если проходил поток. Моряки, которые проходили слева направо, прокалывали себе соответственно левое ухо, а справа на левое правое, то есть мы не право носили сверху. Вот в нашей аркции я был очень так и снабдал прилично, а у меня в аркции не было, не было. А по Ронежской области на картошке были, Михаил, расскажите. Картошка это вообще единственное, что я помню из пятилетнего, из пятилетней трясеруски в инстутии на странах языков. Картошка и строй отряд. Я теплом свое название не помню, а вот как мы на картошке гробили свои головы организма, путем выкрывания самогона, которые покупали у бабушки и как строили корявый какой-то коровник в братской, в братской, под братской, где корова до сих пор нас поклонила. Я думаю, что это. Михаил, повар, строитель коровников. Ну, кстати, я горжусь тем, что я там получил квалификацию кровельщика и бетонщика. Я после этого никогда февралитами плитами крышу не крыл, но я кровельщик. Дорогие друзья, ну, кто захочет, собственно, остроить основу кровельного дела, сможет куда-то отправить Михаила и поехать с ним вместе и, собственно, в процессе, во время поездки. Об этом и вся фишка, как вы понимаете, ну, во многом, да, вот в этом состоит вся фишка путешествий клуба путешествий Михаила Кошехова, чтобы узнать что-то новое о тех, кто едет вместе с тобой, найти новых знакомых, друзей, коллег по бизнесу и такое тоже бывало, между прочим, потому что ничто так не закаляет как совместные приключения, например, походность Баркин-Манжарок, которые не издают вспоминать, потому что для меня это тоже колоссальное испытание, этим летом, которое предстоит. Все-таки это почти шеститысячник, крыша Африки, хотя туда можно зайти без адменической подготовки, но все равно это 9 дней восхождения, это последний кусочек, 19 километров вы должны за день махнуть, чтобы встретить рассвет на крыше мира, куда видно половину континента, сделать несколько селфи, куда же без них, вот, и спуститься назад, а потом релакснуть в национальном парке. А так что, кстати, про селфи я совсем забыл, да, 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 да. Да, Леш, напомни, если можно, что я у меня полуспомнил. Да, да, настолько, как помимо календарей с путешествиями, кстати, в этом всего лишь там пятая часть того, что мы планируем сделать в этом году, вы еще можете найти усы, вот такие, не кожуху усы, а такие усы клуба. Их можно... там есть чуть-чуть, но есть, они черные, конечно, что-то святое там. Их можно прикладывать, делать селфи и выкладывать в инстаграм либо фейсбук с хэштегом по-русски, клуб путешествиями Крыл Кожуху. Да, наиболее интересные селфи будут найдены нами по хэштегу и вознаграждены. Кстати, да, ребят, еще важный момент, как Михаил уже упринуток, скользь 30 секунд, сказал Михаил, а после этого добавил, что в этом году планируется поездка, да, Лёш, ты лучше и в Антарктику или в Арктику? Вы не поедете, наиболее смотреться. Нет, ну без, нет, не обязательно с Михаилом Кожуховым, он там уже был. Нет, нет, не планируется он пока. В этом году нет. В этом году нет. Хорошо, значит, я неправильно понял, но тем не менее, примерно пятая часть наиболее интересных путешествий, которые планируются в этом году, она указана у вас в небольших буклетиках, которые лежат на столах. А остальные, по-моему, вы можете найти на сайте Кух-путешествий mktravelbook.com Ну, в клаву, хорошо. Ну, я попрошу наших уважаемых девушек, Марина, Аня, Бульжан, Ксюша, собрать анкету, надеюсь, там есть какие-то результаты, которые мы подведем к концу вечера. Я думаю, это сделает как раз Михаил Кожухов, сликно. Где? Марина, Аня, Бульжан, А вы где? Собираются, хорошо. А я их не вижу. Они ходят, они не пишут. Они симпатичные, я должен... Не очень симпатичные. Да, хорошо. Смотрят самые симпатичные. Кстати, я вот начал мысль, что в клуб путешествия не просто возможность поехать сюда, вы можете это и сами сделать. Это прежде всего общение с интересными новыми людьми, иногда и с известными. Во-вторых, это возможность посмотреть на места, где, возможно, вы уже были. И так часто бывает. Представляете, на них совершенно с другой стороны. И правильно, и ты говорил, и Миша, что, когда есть какой-то локальный гид, а тем более гид с возможностями, секундочку, да, найти какие-нибудь билеты на Кареноса в Тбилиси или на Барышникова, как Дубус организовал в своей любимой Риге, который знает какие-то маленькие бары, куда не пускают иностранцев, где тусуются местные, какая-то вкусная уличная еда, крыши Питера, все что угодно. Интересные разве пухи в Тбилисске, все что угодно в любой точке мира. Блюзы в Чикаго или там в Миссисипи, например. Это же совершенно другое качество путешествия. Я думаю, это именно то, ради чего люди приходят сюда в гости к Михаилу Гошуку и дружат с этим клубом долгие-долгие годы друг с другом. Вот. Все, закончили. Да, девчонки? Собирайте. Время разбрасывать бумажки, время собирать бумажки. А где, кстати говоря, так. Значит, итоги конкурса, куда отправить Михаила Гошуку, мы идем в конце сегодняшнего вечера. А пока вот я краю слепить в лицо, не вижу человека, которого вы знаете, может быть, не в лицо. Но его усы точно известны всей стране. Многие любят его творчество. Вот, вот, вот. Вот. Прошу вас, господин Биржо. Многие любят его творчество, когда опубликовали, наверное, все самые главные печатные издания страны, человек, который лучше всех в России знает в Венецию. С тобой стоять рядом как-то мне неловко. Алисей Биржо, давайте я сделаю так. Сделай так. Так лучше стало? Так лучше, да. Хорошо. Но вообще, на самом деле, и в лицо меня тоже знает, и усы мои. Потому что я проработал на телевидении побольше, чем некоторые стоящие лета со мной летом. Ну, мы начинали примерно в одно время. Вы на телевидении, а я в манеже для первых шагов. Да. Ну, так вот, зовут меня Андрей, фамилия моя Биржо. Те, кто интересуется, но не очень умен, я говорю, что это аббревиатура. Бог, истинный, любовь, жизнь, отечество. И сразу вопросы все отпадают. Вот. Остальным рассказываю суть. Кто со мной поедет, тот суть узнает. Понимаете, в чем дело? Я поймал себя на мысли, что мне интересны острова. Я никогда об этом раньше не думал. Я потом стал пересчитывать. Ну, смотрите, я поеду на Соловки, и на Соловках я был в течение пяти лет, и даже водил там экскурсии вместо своей жены и заодно приезжали туда офицеры комитета госбезопасности, чтобы меня посадить в тюрьму. Соловки. Венеция, состоящая из огромного количества статей, и Соловки, и Венеция, это архипелагия, это много от страны. Остров Истия, который недалеко от острова Капли, в Необританском заливе, куда я езжу уже 15 лет, и куда я вот уличу шестого числа вместе с группой, и там мы будем жить неделю, и потом еще в сентябре или в октябре туда поедем, и уже были осенью там, это замечательный, потрясающий остров, мы будем смотреть не только Истина, но и остров Капли, и Неаполь, и Амальфи, где собор Святого Андрея, где площадь Святого Андрея, улица Святого Андрея, ресторан Святого Андрея, в общем, все так, святого Андрея в этой маманке, потом Соловки, и потом подсоединилась еще и Япония, это же тоже остров, 4, какие 4? Япония 4 острова, какая-то пища, а, Япония 4, а я вообще говорю, Венекция, состоящая из огромного количества островов, Япония, Истия, Капли, Соловки. Плохой смысл, Плохой смысл, Плохой смысл? В свое время, люди, которые бывали в Японии, на Капли, часто оказываются на Соловках, вернусь, можно ли в обратную сторону? Ну, ладно, ты развернешь потом. Да. Ну, вот зачем? Крым, это ты. И это полуостров. Это давно уже остров. А, это давно уже остров. Хорошо. Ну, про Крым расскажет, Сережа, сыгальник. В Крым я не езжу пока. Вот. На Соловки оказалась вообще группа огромных размеров, и поэтому уже записались люди на будущий год. Почему я так люблю острова? Я не знаю. Это что-то на уровне какого-то подсознания. Еще я езжу в Иерусалим. И Иерусалим, конечно, не остров. Но, я считаю, что это одно из самых удивительных точек на земном джаре, и в общем он как остров. То есть он обывается не водой, но он... Арабов. Это вы сказали, Миша. А я промолчал. Вот. Там четыре острова. Арабские, еврейские, граждане... Опять четыре. И Армяск. Вот, конечно. Еще Копские, еще там, бог знает, какие острова. Вот, собственно говоря, приглашаю вас ездить со мной на эти острова, потом появятся еще какие-то другие острова, наверняка островов много. И мне... Вот что такое для меня хэдлайнер? Мне не нравится слово ни хэдлайнер, ни душа компании, все это что-то такое. Я, скорее, езжу как психотерапевт. Я езжу как психотерапевт. Мы собираемся сразу в первый же обед за столом, и каждый, кто сидит за столом, рассказывает маленькую историю про себя. Кто он такой? Все тут же знакомятся, возникают симпатии, антипатии не бывает, как правило. Ну и дальше мы уже знакомы. И за 4 дня или за неделю так, как становимся близки друг к другу, так спиваемся. В хорошем смысле этого слова. Потому что мы выпиваем. Мы посещаем моих друзей в Италии. В Венеции есть у меня друзья. Я написал книжку про Венецию, моя Венеция. И там в основном это рестораторы и официанты. Я придумал, что подумал, если бы я устроил выставку своей карикатуры Венеции, то ко мне пришло человек 200, все официанты. Потому что я хожу по ресторанам, я пью белое вино, которое очень люблю и знаю много ресторанов. На Иске живет мой ближайший друг Джован Джузеппе Чильяно. Это ресторан Дуильо. Он повар, знаток 4 языков, художник, прошлый капитан Данил Плава. И мы на острове Иске будем учиться готовить у Джован Джузеппе, которого я привозил сюда в Москву. И он здесь был. Джован Джузеппе это из китанское имя. Больше нигде в Италии вы не встретите двойного имени. Джован Джузеппе Чильяно. В Венеции, мы ходим по Венеции, вообще мы расслаблены. Мы пьем вино, мы едим, мы погружаемся в атмосферу. Мы не бежим по городу. Посмотрите направо, посмотрите налево. В 1455 году здесь случилось то-то. Нет, это все вылетает из головы. В Венеции с нами ходит Лена Баринова, археолог, кандидат исторических наук, знаток Венеции, блестящий рассказчик. И мы с ней придумали такую штучку телевизионную. Для вас сегодня работает, она показывает в твою сторону, Андрей Бельжон и я, и Елена Баринова. И все сразу аплодируют, аплодируют, аплодируют. Ну вот, друзья мои, собственно говоря, рассказывать про эти места можно бесконечно долго. Мы их познаем вместе и вместе в них влюбляемся, потому что я все-таки предпочитаю ездить в те места и делиться своими впечатлениями с людьми в тех местах, которые я знаю и которые я люблю. Не знаю, как Лена Баринова, не та, а по-другому. Она знает историю, архитектуру, головой, а я, скорее всего, вот той частью с левой стороны. Ну и еще другим местом, я хотел сказать, душой, но мы не знаем, где она находится. Будьте здоровы! Едет нет, но если что, держитесь там. Поехали со мной. Будьте здоровы! Будьте здоровы! Будьте здоровы! На самом деле, именно Андрей Пельджо придумал эту фразу, а Дмитрий Андреевич это перехватил. Здорово! Спасибо! Да, конечно, как и многие другие известные фразы. Что я хотел сказать? Ребят, мне действительно кажется, что этот год и, возможно, следующий хороший повод съездить в Ригу, в Венецию, в Буэнос-Айрес и оттуда уже скататься, посмотреть на Антарктиду, слетать в Танзанию, послушать плюс в Северной Америке, потому что, ну, чем черт не шутить, потому что у нас действительно совсем скоро останется только Крым, который сам по себе прекрасен и замечательный, особенно в сентябре, я не просто так об этом заговорил, потому что мы ждем буквально через 20-30 к нашему дружному коллективу душ, как правильно? Духов, духов, да. Не раскрывай это секрет. Хорошо, не раскрывай себя. Вообще молчу? Молчу. Все, я так скажу, я не скажу, кто приедет, скажу, как называется, можно? Хорошо, все, ничего не скажу вам, но это будет про Крым. Вот так. Ну а сейчас на этой сцене, через 30-40 секунд появится еще один дух Михаила Кожухова, представим, которого мы в короткой видео зарисовке. Прошу, тоже обладатель роскошных усов. Ну, конечно. Вот. Ну, это, в общем, не важно. Не так красиво. Сережа рассказывает вам про какие-то интересные путешествия, как он подготовит, как он уничтожит. Вот об этом же визита он рассказал в химии. Это его собака. Он ее целует. Огромная собака. А подождите, одну секунду, давайте... Простите, подержу на сцену, пожалуйста. Так нет. Вот, собственно, ты говоришь, Сергей, вы сразу комментируете, что вы рассказываете? Я скажу, бабочек. Мизинцем. Мизинцем показывает. У Сережи очень сильные руки. Он вообще-то несит замечательный. Это рисунки похожи на биржок, кстати. Каким образом-то? Это Сережа рисует. Мастерской. Это он трогает свой нос. В Китае, между прочим, Сережа, китайцы, когда мы путешествовали по Китаю, мы были одни из первых русских, которые приехали в Китай, китайцы фотографировались с Сережей, потому что они никогда не видели такого носа. И Сережа... А сейчас Сережа недоволен. Он недоволен тем, что звука не было. Сейчас он что-то говорит. Сейчас я по губам определю. Нет, это лучше не знать, что он сейчас сказал. Застыл. Передали по-другому Сергею Цыгалю. Как хорошо, когда есть друзья, которые могут представить. Вот так. Андрюш так все складно рассказывал. Я даже не знаю, я должен представиться. Заводный Сергей Цыгаль. Я по первому образованию биогеограф, а по второму художник. Собственно, это вот и составляет мою профессию нынешнюю. А теперь я еще и вот держу в качестве хедлайнера. Что такое хедлайнер? Андрюша трактовал как психотерапевт. Миша называет это душой компанией. Я, честно говоря, не знаю. это утверждение. Собутрилик... Собутрилик. Вот говорят, Коша бы сказал, что с такой майки ходить нельзя. Могат вычеркнуть из хедлайнеров. Сабутыльник, да, потому что, в общем, они там говорили всякие умные слова, но сплачивает корректив, конечно, алкоголь, поэтому первый вечер, вот мы там что-то, говорит Андрюша, на самом деле, они первый вечер хорошо выпивают, естественно, близко знакомятся все друг с другом, и потом все идет как-то по накатной колеи. Мы ездили в самые разные страны, и надо сказать, что вот впервые я поеду в Камбоджу, удивительную страну, по которой мы прокатились, как принято в нашем клубе, с начала до конца, и увидели практически все, что нужно увидеть в Камбодже, и закончили свой путь в городе Сиануквиле, у моря, где еще купнулись немножко, и потом улетели. Так вот, я хотел рассказать, как, собственно, все и происходит. Вот мы едем в микроавтобусе, останавливаемся где-то на заправку, на обед, и, естественно, как принято, у Миши едим тараканов. Там в изобилии продаются огромные пауки-птицееды, там продаются змеи такие, вот так наколтый наш парк, там продаются кузнечки, продаются личинки малоприятные, но тем не менее мы это все набрали и съели, конечно. Мужики ели, дамы отказались, мы это все съели, сели в автобус, поехали дальше, и понятно было, что нужно в медицинских целях это все запить. Мы запили это виски, очень весело поехали, и тут почему-то я говорю, а кто из вас был в Мексике? И все говорит, мы не были, но мы очень хотим, давайте поедем в Мексику, давайте. Этим же вечером я звоню в Москву, Марине Филюкову, какая интересная мысль, давайте поедем в Мексику. И что вы думаете, мы были в ноябре в Камбодже, а в марте мы уже поехали в Мексику, проехали всю Мексику, и добывали каучук, и шоколад делали, и опускались в подземные пещеры, и катались под водой на черепахах, и что мы только там не делали. То есть одно цепляется за другое. Вот сейчас мы вернулись только что из Намибии, где не обошлось без каких-то легких, таких экстремальных эпизодов, когда на нас кинулись разъяренные славные, например, когда бросился рогатый такой ворекс, в общем, с большими длинными рогами, довольно крупная дилопа, но все как-то обошлось, и мы засаживали машины в песок, и откапывались, и что только не было. Не было только черной мамбы, которой я больше всего опасался. Ее, слава богу, не было. Были огромные дюны, красота была несусветной. Еще не поздно, в июле месяце, будет поход на Крузенштерне, полторы тысячи морских миль из французского Бреста, это западное побережье Франции, до Клайпеды, это Литва. Мы пройдем по западному побережью, от Бреста на север, через Северное море, через Балтийское, придем в Клайпеду. Полторы тысячи миль, свежий воздух, возможность доказать себе, что ты не боишься высоты, что ты не боишься качки, накачать мускулы. И ребята, я не был, но ребята, которые только что вернулись с Кожуховым из такого похода, сказали, что в 7, в 11, не помню, как дальше, в 4 или в 5, полдник и потом в ужин, все 4 эти процедуры по полной программе. Первое, второе, третье, и никто ничего не пропустил, все отлично питались. То есть там хорошо тратятся калории, и можно, наверное, даже похудеть и доказать себе, что ты не боишься морской качки. Например, вот то, что я собираюсь делать, потому что ребята очень сильно укачивались. Тем не менее, вот, согласился. А уж осенью, в сентябре, мы поедем в Шотландию, и там тоже еще, по-моему, есть места. Там тоже будет качка. И там будет качка такая, потому что мы поедем на любимые Андрюша Бильжо острова, и там мы будем пить копченые виски. Можно я стишок прочту напоследок? Конечно, конечно. Я должен сказать, что в поездках со мной я немножко выпиваю, а выпиваю, все все выпивают, поэтому я тоже вместе со зями, и как только я воню, я сразу начинаю читать стихи. Вот, читаю я стихи разных поэтов. Но вот сейчас, к случаю, как мне кажется, я бы прочел стихотворение Игоря Эртеньева. И в самую сильную лупу, в оптический самый прибор, едва развлечив водолупу, на карте планеты наш взор. Названием своим шаловливым, вгоняет нас в краску она. Но я, как подросток, счастливым себя ощутил здесь сполна. Соленые брызги прибоя, креолог точеная стать, меня, пожилого твоей боя, врасплох ухитрились застать. По свету бродил я немало, три раза в подлипках бывал, и вьюга меня обнимала, и ветер меня целовал. Порою, накрывшись тулупом, я в тундре врезал глубокат, но верил, что есть гладелупа, хоть думал, что это река. И пусть прозвучит это глупо, но сердцем отчизну любя, я сыном твоим гладелупа ныне считаю себя. Мне все здесь пока что к новинку, кокос, авокадо, банан, себя, как России, кровинку явлю в мировой океан. Прими же меня, гладелупа, как родины милый привет. Я верю, не дашь ты от глупа поэту на старости лет. Спасибо. На самом деле, да, дадим, прошу. Подарки. Подарки. Какие подарки? Подарки. Причем, смотрите, у меня есть такая теория, чтобы клуб все больше и больше становился клубом, чтобы люди, которые в нем состоят, однажды съездив, выстраивали между собой какие-то горизонтальные связи, нас не касающиеся. Ну, то есть строили друг друга дома, писали друг другу песни, давали скидки в каких-то магазинах, и так далее. Женились, безусловно. Это настоящая клуб-уду. Можете нарисовать мне лицо любого человека и делать с ним, что захотите, послать. Хотите еще подарки? Скажите, не показывай, не показывай. Не пойду. Кукла Вудов. Это кукла из племени Химба. Настоящая. Ну, а про нее что-то известно. Про проблеме Химба известно, что они не носят ни верхнего, ни нижнего белья, не ходят в школу, не знают счета, не умеют писать, но зато чтут предков, занимаются земледелием, живут на чистом воздухе, отлично себя чувствуют. Я не знаю, как ты поступишь с остальными подарками, а этот я властью президента. Где человек из Ханты-Мансийска? Я здесь. А ты тут причем? Просто так меня называют иногда. Где человек из Ханты-Мансийска? Где он? Я здесь. Иди сюда. Так, значит, так. Багган. Багган. Прилетел на эту встречу специально из Ханты-Мансийска в день своего рождения. Поэтому куклу и химбу племени Химба уезжают в Ханты-Мансийск. Бежим куклу, а если хорошо, на все не будет и ждем тебя на маршруте. Спасибо большое. Спасибо, что приехал. Сергей, ну а этот пакетик давайте. У меня так давай. Спасибо. Спасибо. Что тут еще? Это бабушка куклы Химбу. Это не химба, это герера, это другое племя. Это оттуда же? Нет, ну это в сервисе? Это отсюда, да. А это бельтонг, это вяленое мясо антилопы. Вяленое мясо антилопы. Да, сразу видно, что вы бывали в Камбодже. Не в Камбодже, но я понял, что это не оттуда уже, но тем не менее. Это на них, да. Да, непонятно, что есть. Да, и кому хочешь. Хорошо, ладно, это мы попробуем сами. Пока мы живем здесь, на самом деле, вы знаете, как, вы же видите вот туда, в ту структуру, ага, да вот он, свободный. Вы знаете, вот как в клубе Михаила у тебя все происходит, на живую нитку, как раз Сергей сейчас рассказал о том, как они, первый раз, как он побывал в Камбодже, вообще первая его большая зарубежная поездка, и оттуда они махнулись в Мексику. Кольщик, пришло время рассказать от себя, я скажу вам, что я открою в Камбодже маленькую гостиничку, как раз вот там, вот под Сианук-Вилем, да, Сереж, где вы были? Это такое главное место в Камбодже, которое находится на океане, более известное Сиэм-Рип, где Ангкор-Ват, он в 500 километрах, это побережье, вот может быть мы сейчас, прямо завтра начнем разработать новый маршрут по камбоджинским джунглям, дело в том, что угол между Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом это самая большая оставшаяся натуральная по площади площадка с настоящими джунглями, и мы как раз придумываем сейчас туда историю с выживанием, как в ферме выжившей, когда вы уходите в джунгли с одним ножом и огнивым, и больше у вас ничего нет, например, две недели вы там выживаете, идете с тропой гиббона, полианом, питаетесь пойманным дичью на охоте, вот, а потом, просто так сказать, пройдя это серьезнейшее испытание, отдыхаете какое-то время на, уже непосредственно, на море, а кто-то, кто хочет лететь в Ангкор-Ват, там есть маленький самолетик, он летает, вот, в общем, если кто-то задумает, в Камбодже подождите немного, мы собираемся придумать такую новую историю, больше я действительно там все знаю, короче говоря, ну ладно, разговор не об этом, через секунду увидим нового человека, совершенно потрясающего друга, Михаила Кожухова, фото-журналиста, путешественника, востоковеда, кстати, какой объем интересной информации можно себе получить, этого человека спокойно выпивая, не сказать по вечерам, то, о чем рассказал Сергей, постоянного колумниста и автора National Geographic Россия, человека, который побывал, по-моему, во всех труднодоступных местах планеты, так же, как и Кожухов, от Якутии, Камчатки, Памира, дважды в Афганистане, 20 раз в Сирии, между прочим, будет еще о чем по политике, немножко поболтать, прошу любить и жаловать, Кирилл Самурский. Здравствуйте. Я сегодня дежурный. Вообще, вы знаете, обычно, когда находишься на сцене на встрече Кожухова, разговаривать невозможно, потому что там галдят, тут галдят, там галдят, эти Крузенштерны, приехали из Иски, эти Соловков и так далее, все объединились по компаниям и начинают друг с другом разговаривать, что у них произошло за все это время. Сегодня все тихо, новенькие, если обычно новенькие себя чувствуют неуютно, в новом классе, то здесь такие, так сказать, духи, или, так сказать, уже... духи. Нет. Это вы духи, а мы... как они называются? Это вы гибеля уже. Нет, 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 мы не хотим на граждан. Мы еще работаем. Фланы. Так вот, слушай меня, дух. В Японии не 4 острова, а 6 852. Я только большие, потому что... Вот, это еще не считая Куилл, который мы не отдадим, не отдадим Куиллу-то, землицу-то нашу. Так вот, ладно, сейчас мы об этом. У меня есть сувенир для... лейфрейтера. Где-то у нас Михаил ходит. Так вот, пока он не видит, его, так сказать, коллеги, когда он не знал, сделали слепок его усов. И когда я был в Японии, на секретном заводе, из материала, который у Лили Годзиллу, сделали усы. Кожухов. Где? Где курит? Ну, не халутит. Останется без усов. Останется без усов. Так вот, решить представить, меня зовут Кирилл Самурский, я один из духов этой компании, которую вожу людей в Иран или Ирак для блондинок, в Японию. Куда еще? Вену, в Абхазию. Кстати, интересно, а что интересно может делать девушек без замужа и по головой на путешествие в Иран? Я отвечу. В смысле, платок. Платок. Нет, вообще, не так страшен Иран Арак, как его молюют. Очень многие женщины хотят вернуться, между прочим, в Иран. потому что, с одной стороны, очень много восторженных мужских взглядов. Во-вторых, вот эта вода в Данской там не работает. Там вот что-то на голове лежит, полоточек, и нормально, и хорошо. Еда вкусная, для любителей алкоголя, алкоголь. Только это вот не пошел там и купил. Это надо целую операцию проводить. Одному дал, другому выдал, третьему денег заплатил, полицию обошел и наслаждаешься именом. Вкусно. Так вот, о чем это я? Так вот, приглашаю я вас в несколько поездок. Раз вы новенький, вы нигде не были, приглашаю вас в несколько поездок. Первое, Туркмения. Туркмения. С одной стороны, это очень какая-то странная страна, люди там, странные, да? Туркмен-таши золотой, крутятся за санжем. Что убирает наши границы? Туркмен-нет в России. Я открою маленький секрет. Туркмен-нет выпускают из родной страны. Дальше не будем продолжать. Дальше не будем продолжать. Политику мы не вмешиваемся. Короче, Туркмен-нет не выпускают из страны, а туристов тогда тоже не очень жалуются. Говорят, слушайте, а что вы тут туристов будете делать? Что у нас тут смотреть? У нас ничего интересного. Хотя, интересное есть что-то. Во-первых, если вы были на сайте Угосхова и видели анонс моей программы, то вы знаете, что я двумя руками и двумя ногами за Огненное озеро так называемое. Это кратер, который образовался во время 40 лет назад, в 70-м каком-то году. Во время бурильных работ образовался карстовый провал, в котором начал идти газ. И чтобы не потравить соседку деревню, подожгли. И думали, что за два дня он выгорит, и все, он горит. 40 лет и прекращать не собирается. Так вот, туда можно приехать, разбить палатку и целую ночь вместо соловья слушают шум как водопад от этого Огненного озера. Потом мы поедем в Бухару-Самаркан, где был цыгарь, наедимся и с двумя лишними килограммами вернемся обратно. Вот, про Ирана я уже сказал. А еще у нас есть Япония, где я, собственно говоря, и Швеция, и Жнец, и Грест, насколько я являюсь японистом, и там же я являюсь гидом, и я же еще и снял небольшое кино, которое мы с вами скоро увидим. У меня времени-то еще есть? Малярский. Много? А вот, ой, Кожихова. Вот, вот, слепый кусок. Усые, усы Кожихова. Это неравнодушные коллеги Кожихова сняли у слепых. А для чего это? Как? Для чего? Ну, вот эти вот, для чего? Ну, это очень многофункциональное устройство латекс. Например? Например? Вообще, это подставка для очков. А, так что... Вообще, если вы будете ездить с нами, то в клубе у нас хорошая традиция, когда вы приходите навстречу, вы приносите кожуху в какой-нибудь подарок. Мы их любят. Не обязательно. Можно баночку варенья вот цыгать, любят сделать, или там бутылочку чего-нибудь, чего тоже... Что горит. Что горит. Вы не сдерживайте себя. Не сдерживайте. Я предлагаю, что поставить барабан и угадывать не сдерживайте. Да, можно вам букву варенья. А, букву, букву-то за что? Закругляйте. Так что, закругляйте. У меня есть кино. Спасибо. На пять минут. На пять минут про то, как мы ездили в Японию вот буквально неделю назад. Кирилл, ну, по сожалению, вы нажимаем. Чего это? Ну, у тебя потому что так получилось, так вот рекламе. А вы хотите говорить полностью? Вот, 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 ничего не знаю. Ничего не знаю. Хорошо, но без звука, ребят. Хорошо. Я не снял кино на мобильный телефон. Просто, когда у меня было свободное время, я снимал нашу группу. Так что, не следите строго. В следующий раз, когда мы поедем, япония, следующий год, май. Далее, с вами был я. Путешествуйте с нами. Спасибо большое. Давайте поскать японское видео тогда. Я, кстати, тоже. Ножди-ка на мыло. На позднее. Дайте звука. Сейчас, одну секунду, но, видите, у нас какие-то есть небольшие технические затыки. Может, Кирилл сразу и озвучит то, что мы там увидим по уже обкатанной схеме. У Александра хорошо получается. Я, ну, переживание материала, мне кажется. Окей. Окей, Кирилл. Ау. Ну, где ваше аудиовизуальное произведение? Две минуты. Сейчас, давайте мы его запустим, а вы расскажете, если такая беда со звуком у нас. Нормально, а кинозка есть, мы называем. Сейчас, возьми. Может, мы с печати словами попейте? глобочки. Можешь спеть? Могу. Так, ну ладно, пока не решать проблемы со звуком, я думаю, займет буквально пару минут, мы попробуем его реанимировать, потому что кино действительно того стоит. Кстати, я его, если что, можно посмотреть. Нет, серьезно, в фейсбуке, там, на сайте у Кошукова. Все, пожалуйста, сели в купле, если что, в полном виде сегодня увидим, там все это присутствует. Дайте подумаем. Ау. Так. А я хотел рассказать, вы хотите узнать, куда вас посылают люди? Я только читаемые варианты прощу, пока нет. Очень интересные места. Значит, я вношу, ну у нас же не свидание этого самого, не дай бог, Государственной Думы, а собрание достойных джентльменов и сеньюр, и леди, да? Я собирался в конце вечера представить двух новичков наших душ, но один новичок попросился, потому что у него какое-то есть дело, и он торопится. Значит, нынешней зимой у нас будет поездка с человеком совершенно легендарным, если вы вобьете его имя в поисковик и посмотрите количество фильмов, которым он написал, песни, вы удивитесь, как удивился и я, потому что, ну, имя слышал, но не предполагал, что он настолько распространил свое творчество, значит, на советских кинематографах. Это Александр Журупов. Друзья мои, я действительно новичок в том смысле, что я еще никогда не водил экскурсии, но пример моих друзей Андрея Бильжо, Сережи Цигаре и Миши Козырев и брать-привет, ребята. Вот как-то у меня володушевим, и я решил, что я тоже могу. Я, конечно, не профессиональный гид или ведущий или что-то в этом роде, я вообще-то музыкант, но мы с женой, вот моя жена Ирина, которая здесь сидит, мы с ней, можно сказать, тоже, спасибо, профессиональные путешественники. Мы очень много ездим по миру, вообще мы полжизни живем вообще в другой стране под названием Соединенные Штаты Америки. А часть жизни мы проводим в России, но вот только сейчас, буквально неделю назад, мы вернулись из гигантского путешествия, которое продолжало 45 дней. Представляете, 45 дней мы ездили от Шанхая до Сиднея и до Новой Зеландии, в общем, это было гигантское. И я уверен, что здесь все такие мощные путешествия, но кто из вас бывал на острове Комода, например? Я! Кто? И видели дракона, видели? Конечно. Ну, понятно, вот действительно специалист. Ну, в общем, мы были на всяких таких редких, редких, экзотичных местах. Но пригласить я вас хочу вот этой осенью, пригласить я вас хочу в замечательный город, где абсолютно наверняка все бывали, поскольку это рядом, это ближайшая к нам западная страна. Это город Вена. Но в Вене я хочу пригласить туда тех, кто любит музыку, причем не просто музыку, так сказать, ну, там, все любят песни, наверное, там, какую-то эстраду, попсу, как мы говорим. Но Вена славится не этим. Вена, это, конечно, великий город классической музыки. И там совершенно потрясающий, скажем, венский симфонический оркестр, филармонический, я имею в виду, там удивительная венская опера, и там огромное количество живет и работает и наших соотечественников, и, конечно, других великих певцов и музыкантов. И я хочу вас провести по своей любимой Вене. Мы будем это делать, опять же, вместе с моей женой, она у меня поэт и певица и, так сказать, специалист по немецкой литературе. Но мы там вам покажем совершенно другую Вену. Ну, обычно Вена, так сказать, ну, как бы, она вся на лицо, и бесконечные соборы там, и пратер, ну, куда обычно водят туристов. Но мы покажем совсем другую Вену, Вену, которую знаю только я. Скажем, Вену Густава Малера, Вену Антона Брукнера, Вену Моцарта, конечно, без Моцарта там никуда, и Вену Венской оперы, где у меня много там знакомых, и мы увидим совершенно, ну, другой поворот, вот как живет музыкальная Вена. А надо вам сказать, что Вена уже много лет, буквально начиная с начала 19-го века, и, пожалуй, что до сегодняшнего дня является одной из главных музыкальных столиц Вены. И для тех, кто поедет с нами, я должен сказать, что это будет интересно для любителей оперы, вот оперное искусство в Вене потрясающе, там несколько оперных театров, для любителей мюзикла, как ни странно, в Вене есть свои мюзиклы, и некоторые из них довольно известные, ну, скажем, мюзикл Моцарт, который они так давно играли здесь, в Москве. И много-много вы увидите такого, вот я очень люблю гулять по Вене, и показывать вот какие-то удивительные дома, которые обычно проходят мимо Турии. Например. Или, скажем, жилище Густава Малера, который даже не знает никто, где он жил. Там много чего есть посмотреть, и кроме того, значит, по нашему плану, который еще, правда, я скажу так предварительно, заодно у вас будет возможность посетить там Венский бал, русский Венский бал. Это и есть такое особое мероприятие, оно бывает раз в год. Конечно, в Вене очень много балов, говорят, что около 150 балов в год, то есть практически каждый второй день какой-то бал там происходит. Но там есть такой русский Венский бал, где собираются все наши соотечественники, как правило, которые живут там, и которые приезжают специально из Москвы или из Лондона или откуда-то еще, и там вам будет интересно и потанцевать, и поболтать, и познакомиться, и так далее. Вот такую я вам предлагаю поездку, это будет, если я не ошибаюсь, ноябрь, декабрь примерно так. Вот. Я буду очень рад всех вас там видеть, и, конечно, мы там для вас попоем и поиграем. А русский бал в Вене, это надо ли брать с собой как вошники, будут ли балалайшие, символические оркестры? Дресс-код на венском балу, это, конечно, Black Time, мужчины должны быть там в смокингах во фраках, женщины платье в пол, вот, так что... Ну, то есть, все посерьезно. Посерьезно. А то я в Вену, чтобы посмотреть на соотечественников, не всех к этому не знаю. Ну, смотря, если соотечественники, живущие в Лондоне или поющие венские оперы, то это не так уж плохо. Да, не так уж соотечественники. И здесь вы их единю не увидите вообще, а там их просто очень легко увидеть. Так что я вас всех приглашаю, обещаю, что это будет, по-моему, очень такая интересная и специфическая поездка. Когда ближайшая? Ну, вроде бы мы планируем ноябрь этого года. Ноябрь-декабрь. Да вообще, вокруг 10 декабря. Спасибо. Ноября. Не-не-не. Декабрь. 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 10 декабря. Ну, посмотрите по плану, вы там все поймете и все детали мы потом проговорим с вами. Спасибо вам, друзья. Мне как питерцу Вена, которая тоже ансамблевая, особенно близка и как город с прекрасными образчиками модерна, как и Петербург. А! А в Японии, вот, кстати говоря, ни разу не было, поэтому сам с удовольствием посмотрю видео от Кирилла Самурского. Вроде удалось там все технические проблемы наладить. Давайте, запускайте. поднесите микрофон к ноутбуку. А где звук? В каком месте есть звук вообще в этом зале? Он закончился. Где, кстати, может быть, какая-то произвольная озвучка? Нет, нет. Миша. Нет, на сайте. На сайте. Ну, черт, ну не будем. Не будем. Да, не будем. Не будем. Начальник сказал, не будем, потому что проще потратить пять минут дома и спокойной обстановки насладиться удивительной Японией, с которой у нас есть территориальные некие споры по всей, никогда, которые не будут решены, потому что там у каждого свои оплаты. Все, тормозите, поехали дальше. Значит, буквально пару слов я вот в экспресс-режиме смотрю, куда вы отправляете Михаила Кожухова и самое главное, почему вы хотите смерти этому хорошему человеку. Ну, естественно, наибольшее паулянство почему-то на Октоберфест. Почему вы, Михаила, стыритесь с пивом? Я не знаю, альпы окрестностей, пиво, местный диалект. Ну, нет. Ну, да. Значит, и Голопоговский острова мне очень понравилась мотивировка. Там хорошо, там очень хорошо, там очень-очень хорошо. И ведь Михаил знает, что такое Голопоговский остров. Ну, еще что? Так, значит, смотрим еще. Вот замечательный вариант, многие ваши сотрудники его поддерживают. На кориду в Испанию посмотреть, как Михаил Кожухов будет в роли Тарадора. Так, хорошо. Так, дальше еще? Добрый. Так, еще. Монголия. Самая редко населенная страна, но, чтобы не случилось, сигналится тот, кто поможет. Куда бы ни поехал, Михаил с ним будет везде интересно. Мы там еще не были. Как? Ну, мы же были в Монголии наверняка. Не, да, да. Значит, в Тасманию далеко красиво и интересно досманский дьявол. Замечательный вариант, вот Михаил, он для меня конкурирует с коридой в Испании. Для вас Аймекон и Верхоядск. Чтобы не забывать, что такое зима, по всей видимости. А то, что-то хорошая погода в Москве. Действительно, это поиск холода России и Евразии. Шоковая заморозка городских привычек. Значит, что-то тут что-то непонятное. Омоложение души и тела. Кстати, говорят, действительно, что на Аймеконе, вот когда ты раздеваешься и при минус до 65-70 градусов ты бросаешься в снег, радуешься этому холоду и вот это вот такое экстремальное охлаждение, оно способствует выздоровлению организма омоложить. Криотерапия это называется. Естественных условий. Как вам это? Да, ну, нах. Да, ну, нах. Все. Ладно, ну, на Мачу-Пикчу. Что всякого банальщина. Да Михаил оттуда не вылезает. Интересно. И что-то еще. Гарантии успеха. Нет, ну, тут, конечно, надо посчитать, потому что некоторые предложения левые. Камчатка нет такого места. Это химера. То есть четырехчасовая полудневная экскурсия на вертолете сейчас стоит сто тысяч. Ну-ка, поднимите руки. Кто заплатит сто тысяч для того, чтобы посмотреть на гейзеры в Камчатке? Я вас подожду в Петропавловске. Монголии делать вообще нефига. Все, что вы видите об этой стране, снято на празднике, куда приезжают все монголы. У них бывает весной праздник, а все собираются. Вот. И там тогда больше двух. в Монголии это степь-де-степь-круглым. Там можно рыбу половить, на звезды посмотреть, но больше там делать вообще нечего. дешевая корчатка вы скажете в сентябре. Что это? Что это? Вы скажете, это отборный массив в 80 километрах. Ну, это палатки. Это палатки. Ну, турбаза. Нет, автобус. А, в автобусе спать. Нет, тоже без меня. Нет, нету, нет. Я просто, я даже написал какой-то мэр, мэр Петропавловска. Я ему сказал, знаете, построите дорогу каких-то вонючих 200 километров до этого гейзера. Да, в туннеле. Ну, что, я сейчас был в Норвегии, туннель 25 километров у них самые деньги. Ну, что, прорыли, да? А? Ну, не знаю, не помню я. Нарьянмар хорошее место. Нарьянмар великолепно. В Армении у нас постоянно все ездят. Так, Пирма, Пирму хочу вернуться. Я, кстати, должен действительно поддержать Михаила, что вообще сам город Петропавловск-Камчатки, я бы там был раз пять, он, он очень тяжелое впечатление происходит, производит. И вот, собственно, там, где он заканчивается, начинается, как говорят, нормальная природа, но, действительно, сумасшедшие цены, гейзеры, долины гейзеров, это один или два варианта маршрута, за какие-то сумасшедшие деньги, действительно, на несколько часов просто на вертолете туда летите, в принципе, можно, конечно, поехать, прямой дороги нет, на машине, это пару дней на машине, и потом пешком еще неделю до них идти, там далеко, но, да. Значит, несколько раз в Бразилии, я подумал, потому что я там работал, я ее люблю и скучаю, на рафтинг в России, потому что он, в смысле, я на этом собаку съел, я и так поеду, только вас с собой не возьму, а это потому что... А погодная лодка в Антарктиду, на барке Крузенштерн, «Сплав Уганда-Нигерия», вот такие варианты. Не дойдет ли он, не знаю. Вот в Индию, слушайте, в Индию, в Индию будет у нас маршрут, очень хорошие ребята, которые туда уехали жить, и влюблены в эту Индию, будет маршрут, следите на сайте, я думаю, что я сам, пока нет, потому что последний раз, что-то я переел Индию, я там был раз в четыре, наверное, пока нет. Я не знаю. Да, это вот в Мишке, я вам отдаю еще вот эту штучку, вот этот, вот этот, вот этот, что это? Здесь, это я вот там, вот разные вам выборка, прямо сейчас, где-то тут у меня еще целая куча, вы тоже изучите спокойно, потому что у нас есть 20 минут на подведение итогов, и дальше мы вынесем все-таки решение, как бы вы ни пирали, то скажут на Камчатку, значит, поедете на Камчатку, там на центральном рынке, нормально, 50 килограмм, ты летешь назад, все, что незаконно, можно вылавливать, все везут с собой в Москве, смотрите, почувствуйте себя контрабандистом, в конце концов, чем я, кстати, вводил новый маршрут? Да, я пошел за все. Да, хорошо. Ну, а мы, с нетерпением ждет, потому что, что это сказать, бьет копытом, еще одна душа нашей компании, человек, один из лучших специалистов в музыкальном мире страны и планеты в целом, о нем мы сначала посмотрим маленькие ролики, или ролики уже смотреть не будем? Миша Козырев, ты где? Давай сюда, Миша, мы, к сожалению, не видим, но там без звуков, чертый. Мой коллега, музыкальный журналист, хороший человек, рок-н-ролльщик, Михаил Козырев. Один из немногих моих знакомых, которого обнимаешь, только поднявшись на цыпочках. Добрый вечер, спасибо большое, что пришли. У меня скромная задача рассказать, чем я занимаюсь в этом замечательном клубе. Я занимаюсь музыкальными путешествиями. Дело в том, что в какой-то момент мне пришла в голову идея, что есть огромные величины звезды, которые никогда не могут доехать до нашей страны. Что нужно сделать? Нужно поехать и увидеть их в какой-нибудь другой стране. Это была изначальная идея, а потом на нее насловилась еще одна. Дело в том, что так сложилась моя судьба в искусстве, что я многих музыкантов знаю лично. И они тоже живут с некоторых пор в самых разных городах. Поэтому мы начали обсуждать с Михаилом Кожуховым и с Лешей Князниковым, как бы было здорово, если бы мы могли в этих поездках не просто быть одними из десятка тысяч людей, которые смотрят группу на стадионе, но еще и в какой-нибудь вечер и пребывание в этом городе посетить квартирник, который дает какой-нибудь музыкант. Только для нас. У меня с квартирниками связано воспоминания очень счастливого детства еще с времен моих в Екатеринбурге, который был тогда Свердловском. На первом квартирнике, на который я попал, была группа «Чаев». Потом мне довелось увидеть в такой же атмосфере Славу Бутусова. Но понятно, что для человека, влюбленного в музыку, это остается навсегда и предопределяет во многом его карьеру. В общем, что такое квартирник? Это вообще сложно с чем-то сравнить. Но я могу вам привести такую аналогию. Когда я учился в школе, у меня был одноклассник Пашка Михальченко, и он всегда звал весь класс на день рождения, и на этот день рождения ему всегда бабушка его готовила маковый торт. Это был торт какой-то космической, божественной красоты и вкуса. Вот такой огромный белоснежный торт, в котором между прослойками были априкосы, курага и сливочный крем. И это все на маковом тесте. Проблема заключалась в том, что в классе приходил на его день рождения человек 20-30, и тебе доставалось на тарелочке примерно вот такого размера крохотный кусочек, который ты на тарелке пробовал ложкой один раз, два и все. И ты только чуть-чуть успевал этого божественного вкуса ухватить. И снова приходилось ждать год. А потом, когда мы уже поступили вместе с Пашей в один и тот же институт, и меня забирали в армию, а у Паши была близорукость и язва желудка, поэтому в армию он не уходил. У меня, к сожалению, ее не было, так бы я тоже не ушел. Я сидел вечером, накануне отправки в город Шадринск Курганской области, вот, родители плакали в другой комнате, раздался звонок в дверь, и на пороге появился Пашка, который снял крышку коробки и сказал, а это тебе. И это был весь маковый торт. Только для меня в эту последнюю ночь. Так вот, ну, я уже опускаю, что на самом деле после одного куска я понял, что больше одного не съесть. Он таким был сытным, что реально невозможно было съесть второй. Но вот квартирник это вот этот маковый торт, который только для нас. Когда мы сидим, там, 10 или 12 человек, а рядом с нами на диване сидит музыкант, который с нами общается, разговаривает и играет те самые песни, которые мы привыкли слушать на сцене, в клубе или на стадионе. И вот мы стараемся в моих путешествиях в каждом городе находить такого музыканта, который там живет, или целую группу, и уговаривать ее на один вечер специально для нашей группы вот сделать такой уникальный концерт. Значит, об одном из них сейчас расскажет моя драгоценная путешественница, которая уже неоднократно ездила со мной, Юля Цырулева. Ну, это вот у меня здесь фестиваль Сикет, на который мы в этом году еще раз едем в Будапеште. В Будапеште же квартирует, живет группа «Дети Пикассо» превосходный армянско-русско-венгерский коллектив. Вот, соответственно, Юля о нем и расскажет. В принципе, что сказал Миша на тему того, квартирник — это кусок торта, да, это кусок торта, это целый торт, тебе достается кусочек. Больше на самом деле не надо будет просто плохо. В принципе, квартирник «Дети Пикассо» это не только первый квартирник в истории поезда к клубу Михаила Кожухова, для меня в жизни это был первый квартирник, на котором я оказалась. И, наверное, очень круто, что это были именно «Дети Пикассо», потому что оказаться в армянском доме в Будапеште — это вечер, это летняя ночь, ночь нежна, это прекрасно. Ты находишься рядом с музыкантами, которые принимают тебя как другая. Они дели их первый раз в жизни, и вот вы уже разговариваете, и вот они уже поют, и вот в какой-то момент ты понимаешь, что ты робко подпеваешь самой Гаэру Тиньон. И сравнить это практически не ищем, кроме того, что хочется повторить, потом повторить еще раз, потом приходят какие-то другие люди, и вы с тобой общаетесь, потом ты обрастаешь кучи друзей, и вот все вот это иногда выливается в очень странные истории. Могу сказать, что знакомство с детьми Пикассо, я увидела до этого, собственно, за день до квартирника Гаю и Карена, выступающие на сцене Сигета в другом проекте, это был Ватикам Пан и Полет, я совершенно не влюбилась, и вот ты оказываешься дома у этих прекрасных людей. После этого, я рискнула вспомнить, как писать про Руха Гроу, после этого, через месяца три, и теперь я работаю на портале Звуки Ру, до этого я была юристом. Вот так вот меняются жизни, вот так вот складываются личные истории. Все, что могу сказать и посоветовать, это нужно просто ехать, это нужно просто пробовать, потому что вы получите уникальный шанс понять, что такое музыка фактически изнутри. Это не только большой фестиваль, это не только стадионный концерт, это именно личное общение, это именно личная история, это понимание того, откуда эта музыка идет, и, наконец, это просто новые прекрасные люди в вашей жизни, потому что, когда я писала в свое время для клуба Михаила Кужакова отзывы о том, какая была наша поездка в Лондон, какая была наша поездка в Лутапешт, первое, о чем я сказала, что этот клуб про атмосферу, это про людей, это про общение, и если вы ищете настоящего рок-н-ролльного общения, ну это, конечно, это крыша, больше этого вам не даст. По крайней мере, не даст это настолько душевно, настолько круто, и с настолько уникальными людьми, которых вы, в общем, в обычной жизни не встретите. Кстати, Пикассо, кстати, потом поехал в Питер, потому что не попадал на их московский концерт, а не попадал на московский концерт, потому что смешили теле на Ютубе. Поэтому поезжайте, не пожалеете, это будет очень здорово. Браво! Квартирники могут быть разные. Когда в этом, в январе этого года мы организовали путешествие в Барселону, то в Барселоне живет мой друг, лидер группы «Праззавиль» Дэвид Браун. Я ему на шару позвонил, сначала написал в фейсбуке, я говорю, а можешь ты вот как-то в своей студии сделать нам вот такую штуку? Он ответил, Миша, конечно, могу, если ты не возражаешь прийти в бордель. Я говорю, это в смысле? В общем, оказывается, что у него студия находится в древнем барселонском борделе. К сожалению, нет. Он только музыка, только саундтрек. И это оказалось такое полуотстроенное, еще не до конца реконструированное помещение, в котором в одной комнате, например, у него квартирует художник, который делает какие-то совершенно невероятные инсталляции, из насекомых, трав, бабочек, из всего, а в другом, значит, у него непосредственно студия, и он встречал нас со своей дочкой, которой было 12 лет. Эта дочка очень талантливая балерина. Он тактично просто нам сказал, что вы, пожалуйста, все фотографируйте на дочку, я уважаю свою собственную частную жизнь, прошу вас ее уважать, дочку, пожалуйста, не снимайте. А дочка периодически выходила вот между этими нашими диванами, раскиданными на пол подушками, и танцевала под его песни. То есть, он пел какие-нибудь там Clouds in Camarillo, и его дочка в этот момент исполняла хореографический этюд. И мне было очень приятно, когда я буквально три дня назад обнаружил, что новый клип группа Prozoril выпустила в главной роли этого клипа это сама его дочка, которая танцует прямо там. Ну, а только что я вернулся из Грузии, где, ну, как бы, там сложно избежать пения. Там поют все. Там, я в этот раз обнаружил, что они даже лимонад не выставляют на стол, только чача и вино. Вот, это экстремальное путешествие, я вам сразу говорю. Но в Грузии у меня тоже замечательный музыкант, и в этот раз мы приехали на квартирник Гиги, понимание, я вам научился с годами произносить его фамилию, Дедала Мазишвили. Гиги Дедала Мазишвили. Дедала Мазишвили. Дедала Мазишвили. Он пригласил нас в свою мамину квартиру, в которой он вырос. Вот, правда, в этот же день, когда мы заранее обо всем договорились, все будет, все будет, дорогой, все как обычно. Вот, я ему позвонил где-то в районе 12 часов, телефон не брал, в час не брал, в два не брал, в три я позвонил директору, директор мне сказал, Миша, я говорю тебе, решай все вопросы не с артистом, а со мной. Потом в три часа он взял трубку и сказал, да-да-да, Миша, а что нужно? И тем не менее мы попали в его квартиру с его мамой. И весь квартирник он пел вместе с мамой. Причем самые разные песни и из маминого репертуара, и из своего. И в конце, стоя на балконе, он сказал, смотри, видишь ограду, да? Вот слева я ходил в детский садик, а справа в школу. А вот здесь вот все время ездили автомобили. И мама мне всегда кричала с балкона, гиги, осторожно переходи дорогу, здесь ездят автомобили. И это оказалось тоже, это темная ночь, окраина Тбилиси. Все эти квартирники, это не из серии того, куда комфортно можно пойти в вечерном платье и в высоких каблуках. Такого в моих путешествиях не бывает. Но зато вы получаете какую-то космическую дозу тепла, любви, и уж точно вечер, который никогда не забудется. Потому что, как сказали классики, все приходящее, а музыка вечна. Спасибо. Миша, подожди, у нас еще осталось пару, так сказать, хедлайнеров. Идианна, что ты мне помог. Сейчас ставим следующего. Сейчас, секундочку, я что-то вот так подумал, вспомнил, знаешь, вообще. Да простит меня доктор. Помнишь это, да? Ну, вы тоже помните, наверное, да? Простит меня мастер. Помнишь первые слова? Собственно говоря, это первая строчка, по которой единство я знаю из замечательной, самой известной песни группы «Дипилбл». И именно в Монтре, на знаменитый музыкальный фестиваль в Швейцарии, на Женевском озере, вас повезет еще один музыкалист, специалист возрасте Елины, Боля Барабана. Все, почни, почни. Здравствуйте. Да, действительно, мы едем в Монтре. Я дебютирую в роли хедлайнера. Спасибо моим друзьям Миша и Алексу Дубасу, которые в этом качестве меня увидели. Это было очень приятно. Действительно, мы едем на пять дней, это серьезно. И мы застанем финал. Почему в этом году финал фестиваля Монтре так важен? Потому что в этом году фестиваль проводится в 50-й раз. И, естественно, финальным аккордом этого фестиваля 16 июля будет выступление группы «Дипилбл». И всегда, когда они выступают на этом фестивале, они обязательно придумывают какую-то особую программу. Например, когда фестиваль проводился в 45-й раз, а я его тоже помню, потому что езжу туда уже 10 лет, они устроили концерт не в зале, аудиторию в Стравинске, не в главном зале, а на платформе, специально построенной на Женевском озере. И закончили, естественно, этой песней и салютом. Салют над Женевским озером. Но это само себе одно, это незабываемо. Но на протяжении этих пяти дней у нас будет прекраснейшая программа. Я хочу сказать, что если вы до сих пор представляете себе фестиваль Монтре как исключительно джазовое событие, это уже давно не так, уже несколько десятилетий не так. И, например, среди тех, кто там будет выступать, как раз вот в тот период, когда мы туда едем, это и Карлос Сантана, и Лана Дели Рей, и, например, такой потрясающий мужчина, как Вуд Кит. Это совершенно ни с чем не сравнимый электронный музыкант. Может быть, может быть, кому-то из вас вот сегодня или вчера попался на глаза в интернете ролик, посвященный документальному фильму «Элис». Это документальный фильм, новый фильм, посвященный судьбам мигрантов, главную роль, в котором роль рассказчика исполняет Роберт Де Ниро. И вот трейлер этого фильма, который можно найти в социальных сетях, его как раз озвучил Вуд Кит. Это вот прям самая свежая новость, касающаяся тех, кто будет участвовать в фестивале в нынешнем году, и тех, на кого мы можем с вами отправиться, на кого мы можем посмотреть. Значит, насколько я помню, осталось еще, по-моему, два места в этой группе. Уточните на сайте. И что важно, мы не только будем ходить на концерты, потому что, конечно, даже вот эта, ну, относительно маленькая часть Швейцарии, вот эта часть побережья Женевского озера, Кантон-Во, это место, где можно с утра до ночи заниматься вещами, которые невозможно себе представить нигде больше. Ну, например, в этом году, наконец-то, после долгих лет строительства, открывается музей Чарли Чаплина. Это первый официальный музей Чарли Чаплина в мире. Чарли Чаплин прожил в Швейцарии 27, если я не ошибаюсь, лет, может быть, даже больше. И сама история, почему главный комик всех времен, американец, жил в Швейцарии, что он там делал, это, ну, это просто долго можно рассказывать. Тем не менее, музей, первый музей Чарли Чаплина, он открывается, или, может, уже открылся. Мы туда пойдем. Чем там можно заниматься? Ну, например, можно сфотографироваться в декорациях всех самых известных его фильмов, от «Великого диктатора» до «Огней большого города». И причем, ну, сфотографироваться так, как будто вы там снимались. И само место, где расположен музей в городе Вивей, это, ну, просто само себе очень красивое, умиротворяющее место на берегу Женевского озера. Или можно сесть на так называемый «джаз-трейн», то есть джазовый поиск, и вместе с музыкантами, с таким настоящим диксилендом отправиться в штат и посмотреть. Ну, летом там как бы не так все активно, как зимой. На всяком случае, само путешествие под звуки диксиленда, оно уже имеет ценность. Или отправиться в путешествие на пароходике по Женевскому озеру. Или просто ходить по самому городу Монтрео, по его главной магистрали, которая теперь носит имя основателя фестиваля Клода Нопса, глазеть по сторонам, и вы обязательно встретите кого-то из музыкантов. Можно сходить в Италию, можно сходить в Австрию. В любом случае, под парусом точно можно сходить. Или на веслах переплыть, попадаешь во Францию, кстати. Действительно есть такая тоже опция, ты переплываешь озеро, и попадаешь в один из ресторанов, где кормят рыбкой только что выловленное Женевское озеро. Я это проделывал. Так что, ну, я могу бесконечно об этом рассказывать, я еще хочу сказать об одном... Еще раз, ребята, мы едем с 12-го, по-моему, по 16-е июля, и если интересно, все детали можно у меня уточнить, но можно уточнить у наших коллег. Еще одна интересная история, я бы даже сказал интрига, которая родилась тоже как джазовая импровизация, можно так сказать. В ноябре в Лондоне будет выступать Земфира. И мы тоже собираем группу, чтобы поехать туда. Ну, я так скажу, она и в России-то редко выступает, мягко говоря, в Москве, да? Тебе, что уж говорить об Англии. Но я бы не стал приглашать вас на концерт Земфира в Лондон, если бы она играла, как это обычно бывает, ну, в каком-то каких-то не очень известных, среднего размера клубах. В этот раз она, ну, это беспрецедентный случай для русского музыканта, она играет в Брикстон Академии. Брикстон Академии – это зал на 5000 человек, который является абсолютно легендарным. То есть в любой рок-энциклопедии вы найдете, вот все, кого ни назови, ну, с начала 70-х, да? Все, типа, Дэвид Боуи, Моторхед, Т-рекс, Фейт Номор. Вот просто есть даже серия, серия, я смотрел там, Франц Фердинанд, New Order, Kills. Есть такая серия концертов, которая так и называется, Live at Brixton Academy. То есть впервые российский артист вступает на территорию, где это не тот за, это не Royal Albert Hall, который можно за деньги арендовать, и певица Валерия выступает там уже какой-то второй или третий раз, и туда приходит вся эмиграция. Нет, в данном случае речь идет о том, что впервые российский артист вступает на территорию, которая была раньше закрыта. Это было невозможно. То есть заблокировать этот зал просто под банкет, или под корпоратив, или под концерт какой-то русской звезды, просто так невозможно. Это впервые удалось. Поэтому вот есть идея такой, точнее уже как бы она, эта идея воплощается в жизнь такого путешествия, и вокруг этого путешествия, конечно, я постараюсь придумать максимум активностей уникальных в своем роде, столь же уникальных, сколько и сам концерт. Но пока что мы придумали сходить в гости к Севе Новгородцеву на BBC, посмотрим, насколько у нас это получится. Во всяком случае, следите за анонсами на сайте клуба путешествий. Я вот сыграл или спел, но так, как делают эти ребята, о которых я говорил, и даже как делает этот мой товарищ, даже так я все равно не смогу. Поэтому лучше я вам расскажу на словах там, в Монтрео, или там в Лондоне. Спасибо. Борис Барабанов. Вместе с Крещикором, два главных путешествий по музыкальным путешествиям в нашем клубе. Ну а за музыку у нас на самом деле осталось еще два человека. Две души. Один из них тоже музыкальный человек. Другой, наш близкий друг с Барабановым и Козыревым, тоже работает под посередным дождем. И, собственно, его фамилию вы сегодня слышали уже неоднократно, потому что он один из, в данном случае, отцов-основателей клуба и путешествует уже очень давно. Главный специалист по риге. Как раз он появится буквально через несколько минут. А пока короткая 10-минутная пауза. Доктор Ивановский, я изнасиловал вашу гитару, извините. Случайно. В качестве компенсации... Сколько таких случаев? Боже мой! Вы знаете, нет, но... Она еще, кстати, ничего. Такая бойкая старушная. Вы знаете, вам просили подарить из Эфиопии вот за эти... Это мясо непонятно чего. Ну, на всякий случай. Еще никто не умирал. Я сделал анализ в лаборатории, я думаю, что... Да ладно, пивка разольете после концерта и можете проверить себе. Это антилопа Орикс или Бейза. Вы пробовали когда-нибудь Павтику Семерку с антилопом? Это уникальный случай, попробуйте. Это мой обычный завтрак. Спасибо. Дамы и спорта, Blackhead Blues. 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 Редактор субтитров А.Семкин. Дамы и спорта, Blackhead Blues. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Well I hate, hate to be alone It was all the rainy day I remember so well That today my woman, she walked away It was all gone All was gone Not before We were so loving But then She broke the news Don't I don't love you I didn't judge People that's why I sing this Lonely blue It was all All was gone All was gone All was gone All was gone And I really did You know the wind Wind was blowing And the clouds All was gone All was gone The moment's long She said I love like I love like you said Shaped All from me Say no more She ate too Caps of coffee Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 перестук гвоздей, которые загоняют, шпалы, люди с цепями на ногах и так далее, и так далее. Это все шаги, это все мера, это все ритм. Вы правы? Да, абсолютно верно. Алексей Грановский, спасибо огромное. Кстати, это был «Get My Moon to Walking» и один из самых известных, наверное, блюзов, который переиграли все, кто только можно, там, на виду с «Хучей кучей мэном», «Black Magic Woman». Да, такие могучие истории. Ну ладно, кстати, вот что поведняет блюз и путешествие с Михаилом Кошниковым. Во-первых, тема дороги, а во-вторых, как известно, блюз – это не только музыка путешествующих, это музыка, которую слушает хороший человек, когда от него ушла женщина, как сказано в этом фильме «The Crossroads». И к ночи будет помянут этой ситуацией. Да, спасибо, Леша, большое. Доктор Грановский. Кстати, я обращаюсь с тем, кто вдруг захочет поедать в Килиманджаро, об этом испытании духа и плоти. Я не женат. Вдруг есть. А я знаю, это так столб. Да! Ну что, чуть-чуть совсем осталось, затем нас будет, там нельзя полчасика, свободное время пообщаться, кто куда уже решил поедет с людьми, с которыми им предстоит это сделать. Ну а сейчас я в эту студию предложаю еще одного коллегу, моего близкого, моего хорошего товарища, который меня привел в клуб Михаила Кожихова. Алекс Лобос. Алекс! Он курит дешевые китайские сигареты при входе, если что. А, вот пошло видео. Он был в Левостоке, он всю свою жизнь служил на Левостоке, в Левостоке. Но вот на старости лет вернулся в Грузию, в свое село, и возглавил кто? Вот такой патриарх, который выращивает айву, хурму. И пока он готовил шашлыки, а его взрослый сын вел за 100 лет, его там дочери, муньки, что-то, пошли. Он увидел метеористку и говорит, а вы нарях? Я говорю, да. И тут он заплакан. Говорит, как же я скучаю, Грузии, Грузии, Городной Грузии, как же я скучаю о море. Мне так не хватает моря, а уступит крика в чай, вот этих прословок, психоокеана. Как же я скучаю? Конечно, я уже не могу работать с моряком, но это самое прекрасное время в моей жизни. Спасибо, что вы мне напомнили, сказал, переворотили с собой. Тебе также попрос, Купы? Аплодируем сами себе, сами себе в первую очередь, где создадим вот таким образом, маскиры, это очень важная такая, своего рода мантра. Спасибо, что всем остальным соблазном среды московской, практически летнего вечера, вы предпочли... Ты у нас дребезжом, микрофон. Предпочли провести время с нами. Надеюсь, что вы не разочарованы сегодня. Меня зовут Алекс Дубас, и как раз у меня нет задачи приглашать вас в какой-то тур со мной, потому что все ближайшие туры, они каким-то образом уже фантастически закрыты. Потому что вот в Шотландии, куда мы едем в ближайшее время, мы ее даже не рекламировали, потому что удивительная страна. И группа собралась буквально за неделю. Мы едем на Лазурное побережье, в Монако, в Монте-Калло, Ницце, Каме. Понятно, что многие из нас там уже были. Но там будет что-то новое. Там будет концерт, точнее, моноспектакль Барышникова, Михаила Барышникова, который представит на сцене, на сцене знаменитой оперы Монте-Калло, представит спектакль о Ваславе Нижинском, о своем коллеге. Или там, Алексей, там не все. По-моему, еще два места здесь, да? Да. А, ну вот, кстати, семейные пары, имейте в виду. Барк Крузенштерн, парусами которого мы отправимся в августе по Балтике, тоже, по-моему, набрана команда. Единственное, нам не хватает пятерых мальчиков. То есть там женский кубрик, мужской кубрик. И был вопрос, делать опять женский или все-таки мужской. Ну вот уже половина мужского набрана. Поэтому, одинокие парни, присоединяйтесь к нам. Или джентльмены, которые вдруг отпустят дамы. Дорогой, давай на две недели в море, без связи. И мы от тебя тоже отдохнем. Вот, поэтому, ребята, у меня нет никакой особенной задачи пропагандировать поездки в компании со мной. Тем более, что поездок у коллег множество. И они, конечно, увлекательные. Наверное, мне нужно рассказать, что для меня клуб от шестер Михаилу Кожихову. Это важно. Говорят, что после 25 лет, после 30 лет, наверное, невозможно подружиться с кем. Ну, то есть, ты проживаешь жизнь, в основном, с ребятами, с которыми я дружил в детстве, в школьной скамье, ну да, студенчество, конечно, армейские товарищи. Я сейчас обущено говорю. Ну и, в общем-то, все. Ну и коллеги по работе, с которыми уже так уже прохладца какая-то. И, в общем-то, ты, взрослый человек, не сильно впускаешь в свою жизнь кого-то нового. И я, честно говоря, так думал, ну потому что мне говорили те же самые прописные истины, что и вам. И каково же было мое удивление, что это не так. Потому что после путешествий мы продолжаем общаться. Мы продолжаем общаться. Мы продолжаем и общаться не в Фейсбуке, а дружить с семьями. И вот я хочу пригласить, ну, как кстати, к слову, Юлю Боробошкину. Вот девушка, с которой, с ней и с ее мужем, а потом и с детьми, мы познакомились однажды в Риге. Мы просто путешествовали по Риге, с клубом Юля поехала, а потом я уже с ее сыном путешествовал по Нью-Йорку, они доверили мне. И мы с ним видели Буди Ален, а вы нет, конечно. И вот об этом послевкусии, понимаете, когда заканчивается путешествие, и вы подходите к трапу самолета в аэропорту Барселона, или, скажем, Будапешта, или Риге, ничего не заканчивается, потому что все только начинается. И вот наши отношения с Юлей, например, и не только с Юлей, здесь сидят еще, ребята, это яркий тому примеру. Но вот я Юле хочу передать слово. Добрый вечер. Аплодируйте ей, пожалуйста. Она прекрасна. Елена Аблантьева, она занимается очень полезными и важными делами, помогает детишкам. Спасибо. На самом деле, когда мы первый раз собирались в поездку с клубом, мы очень сомневались, честно скажу, потому что пять дней в компании абсолютно незнакомых людей, это вот испытание. И мы думали, а вообще зачем оно нам? Мы можем отдельно, спокойно, с супругом поехать все посмотреть, увидеть. И только вот мужчина, который возглавлял эту поездку, был для нас таким вот, прям вот стимулом, но надо все-таки как-то вот себя переселить. Мы поехали. Группа была разная и по возрасту, и из разных городов. Вот. Ну и мы как-то так сблизились, дружились. Поняли, что мы очень близки по духу, во всем. Что когда мы расстались в Риге, мы встретились в Москве. И не раз. Потом в Нью-Йорке, потом опять в Риге, и это какое-то такое движение, которое от нас уже не зависит. Дружат наши сыновья, мы знакомы с родителями Алекса, наш старший сын бредит, теперь Нью-Йорком только в компании с Дубусом. И вообще как-то вот это все так намешалось, и наши добрые дела, и отношения, поэтому не бойтесь, езжайте. В эти группы собираются только очень хорошие душевные люди. Это люди, которые с большим сексом, это люди, которые открыты навстречу приключениям, это люди, которые не боятся быть смешными, нелепыми, скакать под дождем по каким-то лугам, есть в каких-то рыночках какие-то рыбки. Это важно, да. Да, очень. Раз мы живем не по традиционным местам, а именно как свои там живут, вот это очень важно. Да, очень. Это такой колорит, и это... Ну, вы никогда это не почувствуете, если это вам не покажут люди, которые любят эти города, а они действительно любят. А еще там живет замечательный Армадз. Это про Латву Юлю говорит. Так. Он... Это такой, знаете, добрый папа, который... У него из машины все время появляется то дождевит на случай дождя, то какие-то плюшки, то горячий чай из термоса. Он знает вот любые закоулки, он исполнит любое ваше желание. Он очень добрый, он очень надежный. Он такой очень степенный, в отличие вот от нас с Алексом. И, ну вот, это замечательно совершенно. Если у вас есть возможность, ловите туры с Алексом Дубусом, и вы не пожалеете. Поверьте мне. Спасибо, Юль. Мы действительно стараемся ходить и путешествовать по нетрадиционным, неочевидным местам. То есть не по тем, которые указаны в пути водителя. И далеко не всегда, кстати, это важный момент. Душа компании, хедлайнер знает что-то про ту страну, в которую он ездит. Ну хорошо, Латвию я знаю, Монте-Карло более-менее, Нью-Йорк, да. Ну вот, например, сейчас ребята предложили возглавить экспедицию на Азорские острова. Черт-то знает где. Это между Португалией и Нью-Йорком. Какие-то острова в холодном океане. Говорят, там совершенно фантастическая природа, что-то вроде Исландии или Шотландии. Вот я ничего о них не знаю. Поэтому, если договоримся, будем открывать вместе эти острова. С нами будет интересный проводник и хедлайнер. Кстати, в Исландии и в Шотландии совершенно разные природы. Интересно, какая же на Азорских островах? Ну да, может быть. Вот, и мы стараемся открывать какие-то вещи неочевидные. Я могу на примере Шотландии рассказать то, что мы привезли. То, что мы привезли из Шотландии, это знания. И вот какие, например. Во-первых, волынка. Вот в Шотландии, что у нас, какие ассоциации? Волынка, килт, правильно? Вот волынка. Первое же, что мы услышали от рыбака в городе Обанка, он сказал нам, ребята, мы, шотландцы, ненавидим волынку. Мы ненавидим волынку, потому что это ужасный инструмент. Это вот все думают, что мы любим. Мы не любим. У нас есть поговорка такая. У нас есть поговорка. Если ты ненавидишь соседа, научи сына играть на волынке. Потому что если сына будешь учить на скрипке, сначала это будет ужасно, но потом прекрасно. А на волынке будет ужасно всегда. Еще мы узнали, а мы пытливые, ребята, мы пытливые путешественники. Еще мы узнали, например, что волынки производят в основном... Знаете, какая страна для производителя волынок самая? Ну, какие есть версии, ребята? Подумайте, где больше всего производят волынок? Китай! Африка, Китай. Китай, как Россия. Индия, близко Пакистан. Мир наводнём пакистанскими волынками. И Шотландия в том числе. Пойдем, найди... А ты знаешь, почему? Потому что Пакистан в крупнейшем мире производитель футбольных мячей может... И какая связь? Какая? Лишь поговорить. Вот, мы просто встали. Что касается кинтал. Ну, вот эти прекрасные кинталы, мужчины, юбки, вот это что-то мужественное, роб-рой, ага. Их тоже в Пакистане делают? Девочка одна. Нет, их производят не в Пакистане, их производят в Шотландии. Там очень важен цвет тартана. Потому что девушка-продавщица в одном секонд-хенде мне говорила, что... Вот знаете, у нас Бекхэн, Дэвид Бекхэн недавно купил такой красивый килд, и меня не было, а ему никто не объяснил, потому что цвета там не означают кланы или общество. А он появился, это же Бекхэн, на экране потом, где-то там давал интервью, какой-то репортаж. Вот. И это были цвета общества любителей вязания. Вот. Поэтому говорит... Вообще-то, честно говоря, это тоже миф про Шотландию. Это вот, да, юбки действительно носили килды там, в горах. Ну вот в горах, куда вы еще поедете. А у нас здесь, знаете ли, в Эдинбурге, в Глазго, всегда у людей были деньги на штаны. И это тоже интересно, согласитесь, это другая Шотландия. Это немножечко не то, что мы ожидаем. То есть там, конечно, есть классические вещи, но отправляемся на рыбалку. Закидываем удочку, шесть крючков и шесть сардинок тут же поднимаешь. Конечно, ты ходишь по устричной ферме, покупаешь бутылочку холодненького шабли, и у тебя счастливый вечер. Конечно же, виски-курни, конечно же, тест-драйв вот этих длинных прекрасных виски. Конечно, это все есть. Но всегда интересно что-то другое, что-то... Как живет народ? Вот, например, в Шотландии второй государственный язык гельский. Они говорят на гельском примерно 50% населения. И Библия. Они перевели Библию на гельский язык. Это, к слову, об отношениях англичан и шотландцев. Вот. И там в Библии на гельском все, кроме прямой речи дьявола. Он говорит на английском. Они оставили, они их переводить не стали. Вот вроде пустяк, да, а очень описывает отношения между народами. Опять же, гольф. Шотландия – родина гольфа. Шотландия. Сент-Эндрюс – самый знаменитый гольф-клуб в Шотландии, самый первый. А в Шотландии на самом-то деле гольф – это очень доступный вид спорта. Он доступен даже безработным. Потому что там есть гольф-поля, где членство стоит, по-моему, около 40 фунтов стерлингов в год. Поэтому в секонд-хендах продаются клюшки и так далее и тому подобное. Там есть понятие «гольфовая вдова». Это означает, что твой муж занимается гольфом, да, ну, через три дня только каждый день. Ну, то есть они редко видят. Потому что это игра, это травка, это красиво, это природа, выпить с ребятами. Вот что-то такое. Это мы узнали в Шотландии. Правда, интересно. А футбол? В Шотландии футбол играют и знают. Глазгора, Рейджерс, Селтик. Две команды, которые друг с другом бьются в Глазгору. Вообще-то там футболом подтрунивают. Потому что считают, что вид спорта настоящих мужчин – это рэкли. И нам показали рекламу удивительную. Представьте себе футбольный матч, рекламу шотландской сборной по рэкли. Футбольный матч, звезды футбола играют, там еще что-то. И вдруг какой-то футболист очень картинно падает на траву, стадион замер. И к этому футболисту бежит доктор, как наш бильжо, с чемоданчиком. Он бежит с чемоданчиком, встает перед ним, раскрывает чемоданчик, а тут лежит такой, видно, что трудно. И он достает доктора из этого чемоданчика расческу и лак. И начинает его причесывать, так еще что-то. И значит слоган – рэкби игра для настоящих мужчин. Голосуй за сборную Шотландии. Самый маленький авиаперелет, коммерческий авиаперелет в мире, как раз на островах, там, где юбки все-таки носят мужчины, он длится 57 секунд. На острову, на другой. И все это ты узнаешь, все это ты впитываешь, конечно, вместе с виски. И возвращаешься таким наполненным, и таким знающим, и потом закрываешь все это, рассказываешь друзьям. Ты узнаешь что-то новое. Потому что, когда мы организовываем церебятные путешествия, я делаю акцент, особенно в незнакомые для меня места, в частности, на Азорские острова. Делаю акцент на том, чтобы узнать что-то действительно новое, чтобы как можно чаще и больше общаться с местными жителями, с инсайдерами. Потому что это интересно, только так ты развиваешься. Вот еще один пазл большой картинки мира, который ты вкладываешь в себя на стене. Вот, так что добро пожаловать в клуб, добро пожаловать в закончик. Спасибо большое. Собственно, на этом и надо было бы закончить. На добро пожаловать. Но не получится. Кстати, я тоже присоединюсь к призову Вити в зате на Килиманджаро. И он, кстати, был там. Я действительно там был, я ему переадресовал вот эту историю, потому что понял, что я не переживу второй раз вот этого ослепительного пляжа Занзибара. Меня он не опускал лет пять. Я все время туда хотел вернуться, потом увидел другие. И Занзибар – это вот, куда вы полетите, если захотите, после восхождения. Да, туда дайте еще. Да, один маленький совет, единственное, про Килиманджаро. Можно я ведь дам и тебе тоже. Смотрите, когда вы будете собирать экипировку для восхождения на гору. А восхождение очень простое, это не ледорубы. То есть, там не надо, там, дай, брось меня, брат, вот этого нет. То есть, там ты, в общем-то, бодро взбираешься по серпансиму с альпинштоками. Альпинштоки – это такие красивые палочки, вот скандинавские бабушки с ними ходят по пляжу. Вот, и, значит, там вам скажут, купите два альпинштока. Я, как сейчас помню, я купил эти два альпинштока, они показались мне тогда очень дорогими, каждые где-то по 150 долларов. Вот там титановая такая штука, такая очень ручка, знаете, такая бархатная. Красивая, штырь такой нажимаешь на кнопочку, ну, если ты где-то идешь. И вот очень красивые эти альпинштоки. Я вот приезжаю, это же негабаритно еще, вес, и как-то так, приходим к подножию Кельманджаро, и я смотрю, знаете, огромная гора такая из таких альпинштоков. И такие черные ребята продают их один доллар. Я говорю, что это такое, почему это вот? А это вот, кто восходил на гору, они потом возвращаются и бросают себе. Дураки какие, идиоты, ну, как такую красоту. Ведь я же буду пенсионером, я буду с ними ходить. Они же вообще неубиваемые, это прекрасная штука. И вот когда, все-таки, закончилось наше восхождение и спуск, и вот эти набитые руки, эти ненавистные альпинштоки, этот чертов бархат, который, да. И я подошел к этой горе, и вот так их тоже туда выбросил, чтобы никогда больше к ним не возвращаться. Я к чему? Сэкономьте, пожалуйста, 300 долларов, и купите там два альпинштока, может быть, вам попадется майн. Вот там, перед восхождением на Кельманджаро, такие маленькие лайфхаки. Ну что, дорогие друзья, мы не просто потихонечку закругляем нашу полуофициальную историю. Заключает, у нас есть еще один новый гость, тоже новый дух. Клуб Михаила Кошихова, да, нет, Кошихов в старой, не старой, в расцвете силы. Я сейчас подвожу итоги. Итоги в этих. Куда вас послал на Руси Кельманджаро? Куда меня послал. Смотрите, в Армению я вам не нужен. У нас шикарные, на джипах, там мужики просто. Причем пользуются пешей популярностью эти барыши. И только что у нас на Майске вернулась группа. Ну, я, вы правы. Все замужены. Мужики? Все поездки. Не знаю. Ну, я там вам ни к чему. Смотрите, мы же, у нас группы, да? Но это не обязательно. Во-первых, любой наш маршрут. Вы говорите, вот нас там трое-четверо, и мы хотим в Армению. Ну, и на здоровье. Вы там поедьте, сейчас его кожа ходит. Маврики и Мадагаскад. На Маврикии очень крутые у нас там партнеры. Тоже для меня было открытие. Такой вот, сегодня никогда в Индию не были. Но побаиваетесь. Маврики очень правильное место. Я там понял, что индийская еда бывает вкусной. Но в Мадагаскаре, честно говоря, не идет вообще ничего. Если вы не любите лемуров, то все остальное. Ну, у меня вообще, я тоже мечтал много лет. Приехал туда и с трудом вообще там программу снял. По французской полинезии тоже, ну, это уж надо объехать все. И тогда вы, может быть, оцените. Таите там, ну, Кахима, всякие местечки. Что-то заброшено. Черт, и где. Мне кажется, это просто не стоит тех денег, которые надо затратить. Несколько в ЮАР, чуть не хочется мне почему-то. Мне кажется, что Намибия ярче. Несколько в Австралию. Вот два предложения. Да, пожалуйста. И это будет не в 17-м, а в 16-м году. В конце ноября будет двухнедельная поездка в Австралию. Не бесплатная. Если подянете, то примыкайте. На Октоберфест ехать не хочу. Мне неинтересно. А вот в Германию я всерьез собираюсь на будущий бой. Потому что как-то я, ну, так приедешь, там, то ли на лыжах кататься, то ли еще за какой-нибудь надобностью. А вот так вот в Германию я не знаю. У меня там есть близкий товарищ. Очень смешно. Наполовину немец, наполовину француз. И когда он здесь работал, он прожил в 15-м здесь корреспондентом, я его то приглашу на костюмированную спектакль по поводу Бородинской битвы, то, значит, на 9 мая поздравлю. Он очень хороший, не любит только советскую власть, вот, критикует, значит, нас. Но вот я планирую сделать с ним Германию. Тасмания, туда же. Мы из Австралии слетаем в Тасманию. Слетаем. Самому интересно. Несколько предложений по Испании. Уже я даже собирался вот весной, правда, собирался на север Испании, который совершенно фантастический. Очень похож на Сибирь. Скалы, Сосны, совершенно не похож на то, что вы думаете, на ту Испанию, где кто-то из вас был, имея в виду, Каталонию. Но пока вот не удалось сделать маршрут, который мне сам понравился. Но я вообще скучаю уже по этим краям. Галисия, страна Басхов, Астурия. Это совершенно удивительная Испания, которую никто не видел. Чили. По Чили тоже начинаю скучать. Но я хочу совместить, сделать это с мая по ноябрь, чтобы потом остаться и покататься. Что-то у меня вот такая детская мечта, покататься на лыжах в Чили. Мне кажется, что это, ну, хочется мне. Поэтому Чили планирую. Три предложения в Перу. И среди них одно выпить айавазку. Черт его знает. Я однажды в Бразилии выпил похожую историю. Называется Санта Тайны. Это тоже такой культ. Это тоже такая хрень, которая варится из трех видов лиан. Но то ли я от страха выпил очень мало. А причем за пределами храмов вот этих Санта Тайны в Бразилии запрещено ее продавать, пить и так далее. Но поскольку поклонников, последователей десятки тысяч, если не сотни, то вот официально разрешено внутри этих самых, ну, так называемых храмов. Я за страху выпил чуть-чуть, совсем чуть-чуть, ничего не почувствовал. Видно было, надо больше мою массу, чтобы улететь в какие-то другие миры. А вот айавазку точно побоюсь. То есть, ну, как-то, ну, как-то говорят все-таки серьезные люди, что надо с правильным человеком это делать, чтобы он тебя вернул из другой галактики потом. А вы совету, если кто-то не побоится? Ты не побоишься. Просто у Стинга, извините, а вот, у Стинга недавно вышла автобиография. Ничего, что там меньше 8 лет? Ничего. Автобиография, предисловие. Я сижу в углу и смотрю, как тошнит мою жену. Она, бедняжка, ее рвет, она стонет, кричит и плачет. Но я не могу ей помочь. Потому что мы только что выпили авуязка, операнского шамана. И я не чувствую своих ног и рук. Зато вся жизнь переходит, вдруг проходит перед моими глазами. Моя жизнь. Голова первая. Детство. И пошла вот эта шамана. Я к тому, что будьте осторожны с запросами. Я, собственно, я только утверждаю, что вы в жопу. Не хочу я этого имя. Но три запроса, тем не менее, на Перу. Это имеет право на считование. И три запроса на Бразилию, что, конечно, имеет смысл. Потому что я там прожил два года, я ее очень люблю. Я там почти как дома. И тоже начинаю скучать. Это было маленькое маркетинговое исследование. Оно не предполагало победителей. Побеждает дружба. И по этому случаю все получают призы. Конфеты в студию. А кто у нас? Кто у нас здесь конфеты? Есть? Есть кто, да? Люди, клуб. Вот пошли конфеты. И это правильно. Слушайте, у нас странная какая-то тревожащая меня тенденция. Не бывает с этого слова. Значит, Козырев, Барабанов, все вот это, Журбин. Мы превращаемся в клуб меломанов. Я уже почти начал тормозить. Потому что, ну что за елки-палки? В конце концов. Не консерватория же это, да? И тут вдруг возникает человек, тоже из музыки. Во-первых, этот человек из группы, которую я выделил из всей современной музыки и поставил на отдельное место уже довольно давно. А потом, поговорив с ним, я понял, что это абсолютно наш человек. И больше того, мне бы хотелось с ним подружиться. Поэтому, встречайте в новую душу компании. Максим Кучеренко, группа «Умерут». Здравствуйте, дорогие друзья. Большая радость, полное ожиданий и доброго настроения наполняет меня. Я хочу еще раз поздравить с 45-летием сегодня нашего брыжущего прекрасным настроением Алекса Дубаса. Это было несколько дней назад. Давайте поаплодируем. Мне кажется, он сегодня демонстрирует горчайшие лучи своего счастливого будья. А я действительно переговорил с Михаилом, с Алексеем. И у нас родилась идея, связанная с родиной группы «Ундервуд». Группа «Ундервуд» родом из Крыма. И в связи с этим мы будем думать об этом уникальном полуострове. Наша затея будет называться «Рок-н-ролл, портвейн и чехов». Ну, «Рок-н-ролл» понятно, значит, портвейн – это такая субстанция, воспетая не только поэзией, но и музыкой группы «Ундервуд». У нас это достаточно, ну, такая ритуальная штуковина. Я думаю, что для большинства людей тоже. Ну, вот крымский портвейн – это что-то особое, имеющее привязанность к ландшафту этого удивительного полуострова. Ну, и чехов – это потому, что у нас будет не просто пьянка, а еще за этим человеком, который имеет свой исторический путь в Крыму. Вместе с ним и его, так сказать, энергетиками мы будем двигаться по Крыму. Сейчас все это в разработке. Больше у меня такой прозаической речи, наверное, уже не будет, потому что, во-первых, сегодня звучали удивительные, как говорила Анна Ахматова, устные новеллы для вас. А я предложу пару песен от группы «Ундервуд», которые, собственно говоря, ну, наверное, в процентах в 30-ти, добрая треть репертуара – это то, что, в общем, связано с родиной группы «Ундервуд» – «Островом Крыма». Чи-ру-ра-ру-ра-ру, Римма, все дороги чипа в Рим, Только милей в Лондон, Только версты в Крым. Былиночка, былинка, Тащись в лучах момента, Лети по поле кайфа, По просьбе президента, В воздушных коридорах, Танцуй, магия-былинка, Кто до тебя допрыгнет, Умрет наполовинку. Чи-ру-ра-ру-ра-ру, Римма, Все дороги чипа в Рим, Только милей в Лондон, Только версты в Крым. Былиночка, былинка, Ты полюти на небко, В небесных заведениях Лупятся твои детки, Спинки твои, былинка, Обнялись и уснули, Сержанты из Коктебеля, Сержанты из Ливерпуляти, Ру-ра-ру-ра-ру, Римма, Все дороги чипа в Рим, Только милей в Лондон, Только версты. Пылиночка, былинка, Ирландка, полубровка, Смени на стол хеджа, Мангубские хрущевки, И смазанная овсянкой, Утоптанная пловом, Ты на зубах былинка, Не злым татарским словом, Чи-ру-ра-ру-ра-ру, Римма, Все дороги чипа в Рим, Только милей в Лондон. Только версты, чи-ру-ра-ру-ра-ру, Римма, все дороги чипа в Рим, Только милей в Лондон. Только версты в Крым, Только версты в Крым, Только версты в Крым, Только версты в Крым. Мне сказали, ты сориентируйся, как плюс песенка, еще или там завершайся. Еще песенку? Давайте, друзья. Есть в Крыму очаровательный период. Плюс я не знаю, насколько есть переходная точка для нас, людей северных широт, наверное, она очень важна. Мы очень чувствуем начало теплого периода, завершение теплого периода и все волшебство, которое наполнено в этот климатический период, в этот сезон. В Крыму это ощущение такое, что лето уходит, оно не хочет уходить, оно остается, но ничего не поделать. И с этим связано много каких-то таких вот щемящих, романтических и почему-то бесконечных чувств. Я вот очень сомневаюсь в этот период. Мы даже в сентябре думаем провести наше путешествие, поскольку в этом не только есть туристический смысл, что Крым разгружен, он полон фруктов, в нем достаточно, ну, как-то сказать, относительно немноголюдно. Но еще вот есть вот этот момент волшебства, у нас об этом есть песня, называется оно «Лето Алис». С немецкого языка «Алис» переводится, кажется, что это значит «все, закончено». Русалки топлес, деньги минус, лето Алис Русалки топлес, деньги минус, лето Алис Спросит нас в таможне, что там в чемодане. Нас проверить можно, мы расскажем сами. Лето, лето, воровали мы у Крыма. Лето, лето, от мисхора и до клина развозили. Лето в желтых чемоданах растарили. Лето в солнечных панамах. Русалки топлес, деньги минус, лето Алис. Русалки топлес, деньги минус, лето Алис. Плещет, плещет море в желтом чемодане. Прыгают дельфины, злобствуют пираньи. Лето, лето, сложат звезды в аму. Лето, лето, лето. Мы конкретно не одеты, жарит лето. Свой чашлык из пилигримов. Лето, лето, воровали мы у Крыма. Лето, лето, воровали мы у Крыма. Лето, лето. От мисхора и до клина развозили. Лето в желтых чемоданах растарили. Лето в солнечных панамах. Русалки топлес, деньги минус, лето Алис. Русалки топлес, деньги минус, лето Алис. Русалки топлес, деньги минус, лето Алис. Русалки топлес, деньги минус. Друзья, не стоит грустить, это только начинается. Мы с вами будем в Крыму. Спасибо большое. Ты знаешь, Макс, как увеличивается число подписчиков в Инстаграме? Я сейчас научу. Макс, можно я? Я прокомментирую, мы заканчиваем на эту нашу официальную часть. В свое время у Довлатова есть такой рассказ. У него был близкий друг тоже из питерской эмиграции, театральный режиссер. Он ставил что-то в одном из небольших бродвейских театров в Нью-Йорке. Спектакль. Страшно нервничал. И не пошел на преньеру, а сидел в кафе напротив и ждал. Пригласил своих... Сергей Данович. Да, Сергей. Ну, в том числе, ждал и ждал. Сергей Данович попросил потом первым выйти, сказать, как все было. Довлат к ним приходят. Он говорит, ну что, Данович, как успешно? Народ был. Он говорит, ну как пришли мы с женой? Встал он в два раза больше. На самом деле, это был большой успех, но тем не менее. Подписчики растут. Макс, спасибо. Рокенвал. Андерпул. Давай. Ну что, дорогие друзья, включайте свет. На этом наша неформальная, формальная часть закончилась. Насколько я понимаю, у нас есть минут 20-30. Это так, как просто клуб закроется. Все души, с которыми предполагаются те или иные поездки в этом году, они пока здесь еще, и вы можете их потерзать на предмет что, как там и куда. Они в вашем полном распоряжении. Спасибо. 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 Спасибо.